Король наш Карл, великий император, провоевал семь лет в стране испанской. Весь этот горный край до моря занял. Взял приступом все города и замки. Поверг их стены и разрушил башни. Не сдали только Сарагосу Мавры. Марсилий не христ, там царит всевластно. Чтит Магомета, Аполлона славит. Но не уйдет он от господникоры. Однажды в зной Марсилий Сарагоский. Пошел искать прохлады в сад плодовый. И там прилик на мраморные ложи. В круг, Мавры. Тысяч двадцать их и больше. Он герцогам своим и графам молвит. Узнайте, господа, о нашем горе. Карл император нам грозит разгромом. Пришел из милой Франции он с войском. А у меня нет силы для отпора. И не хватает мне людей для боя. Совет подайте, мудрые вельмоши. Как избежать мне смерти и позора. В ответ ему язычники, ни слова. Не промолчал лишь Бланк Андрен Вольфанский. Блистал меж Мавров Бланк Андрен умом. На поле битвы был боец лихой. Советом рад сеньеру был помочь. Он говорит. Оставьте страх пустой. Отправьте к Карлу гордецу послов. Клянитесь другом быть ему по гроб. Пошлите в дар ему медведей, львов. Псов, соколов, линялых десять сот. Верблюдов, молов с золотой казной. Что не свезут и пятьдесят возов. Наимникам пускай заплатит он. Довольно нас он разорял войной. Пора ему вернуться в Ахен вновь. Скажите, что в Михайлов день святой. Там примите и вызовет Христов. И Карлу честным станете слугой. Захочет он заложников, пошлем. Хоть двадцать их отправим в стан его. Не пожалеем собственных сынов. Пошлю я первый на смерть своего. Уж лучше там им положить живот. Чем нам утратить славу, земли, кров. И побираться с нищенской суммой. Язычники в ответ. Совет хорош. Воскликнул Бланк Андрен. Моей десницей. И бородой, что мне на грудь спустилась. Я вам клянусь, французы лагерь снимут. Во Францию уйдут, в свой край родимый. И разбредутся по родным жилищам. Карл Вахен, град свой стольный, возвратится. Дождется дня святого Михаила. Отпразднует его, но сроки минут. А он о нас словечко не услышит. Горячее в гневе лют король спесивый. С плеч голову заложникам он снимет. Но лучше уж им головы лишиться. Чем потерять нам край испанский и милый. Да горе мыкать, как бездомным нищим. Язычники в ответ. Он прав, как видно. Совет Марсилии распустил тогда. К нему Кларин из Балагета звон. Эстромарен и Эдропен спешат. И Преамон, и Бородач Гарлан. С магием дяди и машине смельчак. Мольбен заморский, жоуни и силач. И Бланкандрен, что мастер речь держать. Марсилий всем злодеям так сказал. Отправьтесь к Карлу спешно, господа. Он осаждает Крдову сейчас. Несите ветвь масличную в руках. Смирение и дружелюбие знак. Коль с королем вы точка примирите нас. Я серебра и золото вам дам. Земель, феодов, всякого добра. Они в ответ. Заслужим, государь. Тогда совет Марсилии распустил. Сказал вассалом. Доброго пути. Пора вам наломать ветвей с олив. И ехать Карла короля просить. Чтоб нас он бога ради пощадил. Не минет месяц, как во след за ним. Явлюсь я с тысячью людей моих. Пусть Карл велит их и меня крестить. И буду я ему слугой всю жизнь. А коль нужны заложники, дадим. Воскликнул Бланкендрен. То нам с руки. Велит привесть Марсилий молов белых. Король свательский в дар прислал их десять. На каждом золоченая уздечка. Послы в серебряные седла сели. И в руки взяли по масличной ветве. Злодей к королю французов едут. Ему от козни их не уберечься. Карл император радостен и горд. Взял крдову он штурмом, башни снес. Баллистами своими стены смел. Рать отделил добычей большой. Оружьем, золотом и серебром. Язычников там нет ни одного. Кто не убит в бою, тот окорещен. Сидит в саду плодовом наш король. При нем Роланд и Оливье Барон. Списи Витсанциес, и Дуг Самсон. И Жофруа, Анжуево и Феот. В сражениях знамя Карла он несет. Жирин, Жирье, бойцов отборных сану. Всего 15 тысяч храбрецов. Одни расселись на шилках ковров. Другие в зерне играют за столом. Кто стар, склонен над шахматной доской. Кто юн, потешным боем увлечен. Там, где цветет шиповник, под сосной. Поставлен золотой чеканный трон. Карл, Франции король, сидит на нем. Седоволос он и седоборот. Прекрасен с тоном, величав лицом. Издалека узнать его легко. Сошли с коней послы, узрев его. Как должно, отдают ему поклон. Вот первым Бланкендрен заговорил. Он молвит Карлу. Пусть вас Бог хранит. Преславный Бог, кого должны мы чтить. Король Марсилий вам сказать велит. Он понял, что закон ваш благ и чист. И предлагает вам дары свои. Верблюдов, львов, медведей, псов борзых. До десять сот линялых ловчих птиц. Пришлет на мулах столько онказны. Чтоб пятьдесят возов не уместить. У вас довольно будет золотых. Чтоб заплатить наимникам своим. Немало лет у нас вы провели. Пора уже вам в Ахен ваш уйти. Во след туда придет мой господин. Воздел наш император руки ввысь. Чело в раздумье Далу опустил. В раздумье Карл не поднимал чела. И долго, в землю взор вперив, молчал. Ответ любил он взвесить не спеша. Потом сурово глянул на посла. И так промолвил. Речь твоя красна. Но ваш Марсилий, мой заклятый враг. Какую можешь ты поруку дать? Что не солгали мне твои уста, э? Заложников дадим, ответил Мавр. Найдем вам хоть десяток их, хоть два. Их к вам отправят первые меж нас. Пошлю и сам я сына хоть на казнь. Вернитесь в Ахен, в свой дворец, назад. Король мой в день спасения на водах. В Михайлов день, к вам явится туда. И в ваших богом созданных ключах. Вас примет, как сказал, закон Христа. Дай бог ему спастись. Воскликнул Карл. Прекрасен день, закат огнем горит. В конюшню белых мулов отвели. Карл приказал в саду шатер разбить. Десятерых послов в нем поместил. Двенадцать добрых слуг приставил к ним. Проспали там посланцы до зари. Встал Карл с рассветом, в церковь поспешил. Все утро у святой обедни был. Потом в саду сел под сосной в тени. И звать баронов на совет велит. Он не привык вершить дела без них. Карл император под сосной воссел. Сошлись к нему бароны на совет. Турпен архиепископ Дукожье. С племянником Анри Ришар, что сед. Граф Асилен, гасконский удалец. Жирин, Тиба из Реймса и Жири. Пришел Стиба Милан, его кузин. И граф Роланд явился им во след. С ним знатный и отважный Оливия. За тысячу собралось человек. Пришел Иганеллан, предавший всех. Сазитот стал причиной многих бед. Промолвил император Карл. Бароны. Прислал послов Марсилий Сарагосский. Он мне сулит даров богатых много. Верблюдов и медведей, львов и гончих. Да соколов линялых десять сотен. Да золотой казны на мулах столько. Чтоб ею пятьдесят возов наполнить. Взамен он просит, чтоб домой ушел я. Прибыть клянется Вахен вслед за мною. Он примет там крещение святое. Ивлен от нас свой край получит снова. Но, может быть, он обмануть нас хочет. Французы молвят. Будем осторожны. Король умолк. Он все сказал совету. Но не одобрил граф Роланд той речи. Поднялся с места. Карл устал перечить. Он говорит. Марсилию не верьте. Семь лет воюем мы в испанских землях. Камеблинок льдо был я вам в сражениях. Завоевал и Пину и Вальтерну. Взял Балагет, Севилью и Туделу. Марсилий же и раньше был изменник. Прислал он к вам пятнадцать мавров прежде. Из них нес каждый по масличной ветви. Вели они пред вами речи те же. Просили также вы у нас совета. И мы, глупцы, поверили их лести. Послали вы двух ваших графов смелых. Базана и Базалия, к неверным. Марсилий их Вальтилья казни предал. Как встарь, арабов без пощады бейте. Ведите рать на Сарагосу крепость. Под нею стойте хоть до самой смерти. Но отомстите за послов злодею. Карл император головой паник. Мнет бороду и теребит усы. Племяннику ответить не спешит. Не промолчал лишь Ганеллан один. Поднялся с места, на ноги вскочил. И королю бесстрашно говорит. Поверьте не Роланду, он кичлив. Не мне, не прочим, а ушам своим. Желает заключить Марсилий мир. Вам руки в руки, как вассал, вложить. И в Лену вас Испанию просить. И в нашу с вами веру перейти. Кто вас к отказу пробует склонить. Тот ни во что не ставит нашу жизнь. Не слушайте вы тех, кто горделев. Лишь мудрость вами пусть руководит. Встает Неман, он седовлас и стар. Но самый славный при дворе вассал. Он молвит королю. Разумен граф. Благо и совет он подал вам сейчас. Не надо просьбу Мавра отвергать. Войну король Марсилий проиграл. Его твердыни вы сожгли дотла. Былисты ваши их смели в опрах. Он потерял и рать, и города. Пощады просит ныне он у вас. И вам ему грешно ее не дать. Должны вы отрядить к нему посла. Коль он готов заложников прислать. Великую войну кончать пора. Французы восклицают. Герцог прав. Прошу, бароны, дайте мне совет. Кого послать к Марсилию теперь? Сказал Неман. Дозвольте ехать мне. Прошу у вас перчатку я и жезл. Король в ответ. Вы здесь умнее всех. Клянусь седою бородой моей. Вас ни за что не отпущу в отъезд. Пока вас не зовут, извольте сесть. Бароны, я от вас совета жду. Кого послать к Марсилию могу? Роланд промолвил. Я отправлюсь в путь. Граф Оливье в ответ. Не быть тому. Надэминны вы, ваш нрав не в меру крут. Вы ссору там затеете, страшусь. Коль королю угодно, я пойду. Молчите оба. Крикнул Карл ему. Ни одного из вас не отпущу. Усами вам и бородой клянусь. Посла эсперов я не изберу. Французы стихли и молчат вокруг. Тогда Турпин из Римса с места встал. Он говорит. Нельзя баронов слать. Семь лет они воюют этот край. Хлебнули горя и лишений в сласть. Жезл и перчатку мне прошу вас дать. Я ваш ответ доставлю Мавру сам. Да погляжу, каков наш враг с лица. Король прикрикнул на него в сердцах. Сесть на ковер приказываю вам. Извольте, коль я не спросил, молчать. Сказал король. Отважные бароны. Меж вами укажите мне такого. Кто быть послом к Марсилию достоин. Роланд ответил. Ганеллан, мой очим. Французы молвят. Он на это годен. Посла меж нас вы лучше не найдете. Тут стало страшно графу Ганеллану. Он плащ, подбитый горностаем, сбросил. Остался только в шилковом камзоле. Лицом он горд, сверкают ярко очи. Широкий в бедрах стан надевостроен. Граф так хорош, что перы глаз не сводят. Роланду молвит он. Безумец злобный. Известно всем и так, что я, твой очим. Из-за тебя к Марсилию я послан. Но коль вернуться мне Господь поможет. Тебе за все воздам я так жестоко. Что будешь ты меня до смерти помнить? Роланд в ответ. С ума свела вас гордость. Все знают, что не страшны мне угрозы. Кто всех мудрей, тот быть послом и должен. Но я вас заменю, коль Карл позволит. Мне, молвил Ганеллан, ты не замена. Тебе я не сеньер, а ты не ленник. Мне отдал император повеление. В град Сарагосу к Маврам я поеду. Наделаю безумств я у неверных. Чтоб отвести хотя бы немного сердца. Роланд услышал, закатился смехом. Роландов смех услышал Ганеллан. От злобы сердце у него зашлось. Едва без чувств не пал на землю он. И молвит графу. Знай, я не друг твой. Ты виноват, что избран я послом. Я, перед вами, праведный король. Исполнить вашу волю я готов. Карл говорит. Сердиться вам грешно, точка. Я вижу, к Маврам надо ехать мне. Кто послан к ним, тому возврата нет. Король, на вашей я женат сестре. Красавец сын у нас родился с ней. То, Балдуин, он будет удалец. Я вас прошу ему отдать мой лен. А мне уж сына не видать вовек. Не в меру нежны вы, король, в ответ, точка. Пора вам ехать, раз я повелел. Король сказал. Приблизьтесь, Ганеллан. Чтоб жезл с перчаткой вам вручить я мог. Вы слышали, избрали вас послом. Граф говорит. Роланд всему виной. Он будет ненавистен мне по гроб. Я враг и Оливье, с кем дружит он. И пером вашим, любящим его. Бросаю им при вас я вызов свой. Король в ответ. Умерьте вашу злость. Пойдете вы, раз приказал король. На смерть пойду я, как Базан пошел. И с ним Базилий, брат его родной. Король снимает правую перчатку. Но скрыться рад бы Ганеллан подальше. Перчатку он берет, роняет на земь. Все молвят. Что же будет, осоздатель? Посольство это нам сулит несчастье. Увидим, Ганеллан им отвечает. Дозвольте ехать, молвил Ганеллан. Пора мне в путь, как требует мой долг. Король ответил. С вами я и Бог. Затем посланца осенил крестом. Жезл протянул ему, вручил письмо. Граф Ганеллан ушел в шатер к себе. Весь воинский припас пересмотрел. Облегся в наилучший свой доспех. Златые шпары на ноги надел. К бедру привисел добрый меч Морглес. Сел на тажбрю на скаку на затем. О стриме подал дядя Гюннэмир. Вкруг рыцарей стоят в слезах, в тоске. Все молвят. Граф, послали вас на смерть. Давно вы состоите при дворе. Считают вас бароном славным здесь. Того, кто вас послом избрать посмел. Сам Карл не защитит, не минет месть. Вас граф Роланд был должен поберечь. Ведь родом вы столь знатный человек. Мы все поедем, граф, за вами вслед. Бог упаси. Им Ганеллан в ответ точка. Погибнуть лучше одному, чем всем. Как будете опять в родной стране. Вас клоняться прошу жене моей. И Пенобелю. Он мой друг и пэр. И Балдуину. Я ему отец. Он ваш сеньер, его покинуть, грех. И поскакал дорогою своей. Вот граф в тени олив высоких скачет. С ним рядом сарацинские посланцы. Нарочно Бланкандрен позадержался. Беседу Мавр заводит ловко с графом. И говорит ему. Дивлюсь я Карлу. Апулию с Калабрией он занял. Смирил он с засоленным морем англов. Пётру святому дань платить заставил. Но для чего пришёл он в земли наши? Ответил граф. Так, видно, он желает. С ним не под силу никому тягаться. Араб сказал. Французы благородны. Лишь те из вас, вельмож французских, злобны. Кто Карла подстрекает на раздоры? Зря и его, и весь народ тревожит. Граф отвечает. Нет у нас подобных. Один Роланд себе позора хочет. Скрывался раз король в тени от зная. Его племянник в панцире подходит. Он только что разграбил Каркасону. Румяный яблок Карлу он подносит. Вот так же, государь. Он дядя молвит. Я поднесу вам разом все короны. Укоротить ему пора быноров. Он каждый день рискует головою. Убить его, и прекратятся войны. Жесток Роланд. Воскликнул Сарацин. Уже ли он хочет всех поработить? Из страны все завоевать решил. Где рать ему для этого найти? Ответил Ганеллан. Французы с ним. Они ему верны, и он им мил. Он не жалеет золота для них. Им брони, молов, шелк, коней дарит. Готов он сделать все, что Карл велит. Хоть до Востока покорить весь мир. Так ехали арабы Ганеллан. Пока не поклялись друг другу в том. Что им Роланд заплатит головой. Вот в Сарагосу прискакал посол. Сошел с коня Утиса, пред дворцом. Стоит там под сосной, в тени, престол. Парчо и Александрийской у слонон. Сидит король Испании на нем. Арабов двадцать тысяч вкруг него. Но слова вслух не вымолвит никто. Всем новости услышать не втерпешь. Тут входят Бланк Андрен и Ганеллан. Вот Бланк Андрен к престолу подступил. С послом перед Марселием стоит. И молвит. Пусть вас Магомед хранит. И опален, которого мы чтим. Я вашу волю Карлу изложил. Но лишь воздел в ответ он руки ввысь. И Бога восхвалил от всей души. К вам этот граф французский послан им. Он знатен и у короля в чести. Пусть скажет, что привез в войну Эльмир. Послу Марсилий молвил. Говори. Ответ успел обдумать Ганеллан. И речь повел, как человек с умом. Не в первый раз он был уже послом. Он говорит. Пусть вас хранит Господь. Преславный, чтимый всеми нами Бог. Вам объявляет Карл, Владыка мой. Коль примите святой закон Христов. Даст влен вам пол Испании король. А коль не согласитесь вы на то. Схватить вас и связать прикажет он. Вас в стольный Ахену везут потом. Там вынесут вам правый приговор. Там ждут вас суд, и гибель, и позор. Пришел король арабский в гнев большой. Дрот злотоперый над послом занес. Но удержал его Синклит Вельмож. В лице Марсилий изменился разум. Он потрясает дротом над посланцем. Граф это видит, меч рукой хватает. Его из ножен вынул на два пальца. И говорит. Ты светел и прекрасен. Пока тобой, мой меч, я припаясан. Наш император про меня не скажет. Что смерть один я принял в чуждом крае. Со мной погибнут лучшие из мавров. Кричат арабы. Развести их надо. Синклит Вельмож Марсилия унял. Король арабский сел на трон опять. И Альгалев воскликнул. Так нельзя. Дрот на посла заносите вы зря. Вы не грозить должны ему, а внять. Промолвил граф. Стерплю обиду я. Но не заставит замолчать меня. Все золото, что в ваших есть краях. Все, чем богаты суша и море. То, что услышал я от короля. Его врагу скажу я, не чинись. На землю шубу сбросил граф с себя. На ней парчой укрыты соболи. И Бланкендрен спешит ее поднять. Лишь меч посол не разрешает взять. Рукою правой жжал он рукоять. Вот смелый рыцарь. Мавры говорят. К Марсилию подходит Ганеллан. И молвит. Зря вас обуела злость. Велит сказать вам Франции король. Что побратились вы в закон Христов. Влен даст вам полстраны испанской он. А полстраны Роланд себе возьмет. Ваш соправитель будет крут и горд. А коль вам не по нраву мир такой. На Сарагосу Карл пойдет в поход. Прикажет вас схватить, связать силком. И в стольный Ахен увезет с собой. Вас не посадят в доброе седло. Не повезут вас мол, лошак или конь. На кляче вы поедете верхом. А в Ахене проститесь с головой. Вот что вам пишет император мой. Сказал, и Мавру протянул письмо. Король Марсилий яростью охвачен. Печать ломает, воск бросает на земь. Письмо прочел он, говорит арабам. Мне пишет Карл, французский император. Свои обиды он припоминает. Базалия убил я и Базана. В горах Альтильских я их предал казни. Велит он, коль хочу в живых остаться. К нему отправить Альгалифадидю. Не то я Карлу ненавистен стану. Тут королевич голос возвышает. Отцу он молвит. Нас срамит посланец. Пусть он за это жизнью нам заплатит. Проститься с нею я его заставлю. Граф это слышит, меч свой обнажает. Встал под сосну, к стволу спиной прижался. Марсилий встал, пошел в плодовый сад. Знакнейшие из мавров вслед спешат. Принц Журфалий пришел на зов отца. Там Альгалиф, он дядя короля. Там Бланкандрен, чья голова седа. Он молвит. Не позвать ли нам посла? Ведь он поклялся мне стоять за нас. В ответ Марсилий. Пусть придет сюда. Вот за руку привел француза Мавр. Они перед Марсилием стоят. Измену замышляют сообща. Граф Ганеллан, сказал послу Марсилий. Вы были мной обижены безвинно. Я дротом вас в сердцах убить грозился. Дарю зато вас мехом соболиным. Он мною куплен за пять сотен ливров. Такой подарок возместит обиду. Приму с охотой. Ганеллан воскликнул точка. Пусть бог за это вам воздаст старицей. Марсилий молвил. Граф, поверьте мне. Нам ум и доблесть ваши по душе. А Карли я вас расспросить хотел. Ведь он уж стар и прожил долгий век. Ему, как я слыхал, за двести лет. Завоевал столь много он земель. Столь много отразил щитом мечей. Столь многих разорил он королей. Когда ж свой нрав уймет он наконец. Карл не таков посол ему в ответ точка. Вам скажет каждый, кто его узрел. Что мир не видел воина смелей. Слов в языке людском достойных нет. Чтобы воздать ему хвалу и честь. Не рассказать мне вам, каков он есть. Так щедро от творца он взыскан всем. Чем с ним расстаться, лучше умереть. Король сказал. Не взять мне в толк никак. Ваш государь и старый седовлас. Ему за двести лет, как я слыхал. В поход водил он войско много раз. На нем отстрел и копий много ран. Он разорил войны у много стран. Когда же он наконец уймет свой нрав? Не быть тому, покуда жив Роланд. Наихрабрейший под луной вассал. И Оливье, его лихой собрат. И перы, коих чтит и любит Карл. При них двадцатитысячная рать. Спокоен Карл, ему неведом страх. Язычник молвит. Не возьму я в толк. Стар государь ваш и седоволос. Лет двести, как я слышал, прожил он. И много королевств покорено. Отстрел и копий много ран на нем. И много стран он разорил войной. Когда же он наконец свой нрав уймет. Не быть тому, пока Роланд живет. Вассал наихрабрейший под луной. И Оливье, лихой собрат его. И перы, коих возлюбил король. И с ними двадцать тысяч их бойцов. При них не страшен королю никто. Любезный граф король послу сказал. Народ мой многочисленный удал. В четыреста сберу я тысяч рать. А с ней могу отпор французам дать. На это не надеетесь, молвил граф. Вы зря свои погубиты войска. Нет, починитесь голосу ума. Французам нужно дать такую дань. Чтоб кругом голова у них пошла. Заложников десятка два послать. Во Францию пусть возвратится Карл. А позади оставит арьер гард. Отдаст его Роланду под начал. Учтивый Оливье с ним будет там. Они погибнут, в том ручаюсь вам. Карл спись свою забудет навсегда. И побоится с вами воевать. Любезный граф спросил посла Марсилий. Как сделать, чтоб Роланд лишился жизни? Ответил граф ему. Король, внемлите. Как только вступит Карл в ущелье Сизы. Он арьер гард оставит утеснены. В нем будут граф Роланд неустрашимый. И Оливье, собрат его любимый. Даст под начал король им 20 тысяч. На них 100 тысяч ваших мавров двиньте. Пускай французы первый натиск примут. И понесут урон немалые в битве. Хоть и потерпят большие сары цены. А вы затем начните бой вторично. В одном из двух Роланда смерть не минет. Великое деяние вы свершите. Жить будете до самой смерти в мире. Коль сможете Роланда погубить. Без правой Карл останется руки. Коль войско пэров истребите вы. Вновь Карлу не найти бойцов таких. Во Франции наступит вечный мир. Мавр обнил графа, поблагодарил. Повел смотреть сокровища свои. Сказал король. Мы речи тратим зря. Совету без доверия грош цена. Клянитесь же Роланда нам предать. Посол сказал. Охотно клятву дам. Морглес он взял, поклялся на мощах. Их в рукоять меча он вделал в старь. Слоновой кости там стоял престол. Кладет Марсилий книгу на него. Записан терваганов в ней закон. Поклялся Сарацин на книге той. Что если варьер Гарт Роланд пойдет. Всю рать арабы разом двинут в бой. Что пускальзнуть от смерти граф не мог. Да будет так. Промолвил Ганеллан. Язычник Вальдабран пришел туда. Марсилия воспитывал он в старь. С веселым смехом он послу сказал. Вот меч, нигде такого не сыскать. За рукоять я сто червонцев дал. Его примите, граф, приязни в знак. Сгубить Роланда пособит и нам. Добейтесь, чтоб он варьер Гарт попал. Ответил Ганеллан. Да будет так. Облобызал язычников уста. Язычник Климарен подходит к ним. Послу с веселым смехом говорит. Вот шлем, нигде такого не найти. Дарю его, чтоб был наш враг убит. Чтоб мы могли Роланда посрамить. Да будет так. Посланец подхватил. И с ним облобызался Сарацин. Подходит королева Брамимонда. И молвит графу. Вы мне милый очень. Вас хвалят все, и муж мой, и вельмоши. Жене свезите две богатых броши. На них немало аметистов добрых. И все богатства Рима их не стоят. Ваш император не видал подобных. Взял граф и сунул их в сапог глубоко. Марсилий казначея подозвал. Готово льдань для Карла, Мальдуа. Ответил тот. Погружена казна. Семьсот верблюдов с нею шлем мы в дар. Заложников получит двадцать Карл. Король Марсилий Ганеллона обнял. И молвит. Нет мудрей, чем вы, барона. Молю вас вашей верою святую. За нас и впредь, как ныне, верно стойте. Не пожалею я для вас сокровищ. Дам десять молов, золотом груженных. И столько ж буду слать вам ежегодно. Вот вам ключи богатой Сарагосы. Вы их вручите королю с поклоном. Роланда прикрывать назначьте войско. Я повстречаюсь с ним в ущельях горных. И мы тогда на смертный бой сойдемся. Ответил граф. Нельзя мне медлить дольше. Сел на коня и в путь помчался снова. Путь император к Франции направил. Стал по дороге лагерем под Гальной. Разрушен этот город был Роландом. Сто лет потом там не селились мавры. Ждет Карл вестей от своего посланца. И да не от испанских басурманов. С зарей, едва лишь солнце показалось. Граф Ганеллан въезжает в лагерь Карла. Чуть свет наш император сложив стал. Он в церкви у обедни побывал. Сел на траву у своего шатра. При нем Роланд и Оливье Вассел. Неман и прочих рыцарей толпа. Предатель Ганеллан пришел туда. Коварно речь повел издалека. Храни вас Бог. Он королю сказал точка. Вот здесь ключи от Сарагосов вам. А вот и мной полученная дань. Заложников для вас я 20 взял. Король Марсилий просит не серчать. Что он вам Аль-Галифа не прислал. Четыре сотни тысяч мусульман. Все в панцирях и крепких шишаках. Черн с золотом на их стальных мечах. Уселись с Аль-Галифом на суда. Чтоб таинства крещенья избежать. Но не пришлось отплыть, я видел сам. И на четыре мили кораблям. Как налетели шторм и ураган. Погибли Аль-Галиф и с ним вся рать. А будь он жив, он был бы здесь сейчас. Клянется вам Марсилий Басурман. Что месяц не пройдет еще сполна. Как явится он в наш французский край. Вас примет там святой закон Христа. Вам руки в руки вложат, как вассал. И влен возьмет Испанию от вас. Король воскликнул. Господу хвала. А вам не пожалею я наград. Трубят французы в трубы и рога. Садятся на коней, покинув стан. В дорогу к милой Франции спешат. Великий Карл Испанию разграбил. Разрушил города и занял замки. Он мнит, что время мирное настало. И едет к милой Франции обратно. Вот тяг его Роланд на землю ставит. С холма взметнулось грозно к небу знамя. Вокруг стоят французские палатки. Меж тем в ущельях сарацыны скачут. На них стальные панцири и латы. Все в шлемах, припая саны мечами. На шее щит, копье в руке зажато. В засаду сели мавры в горной чаще. Четыреста их тысяч там собралось. Увы, французы этого не знают. День миновал, на землю ночь спустилась. Могучий император сон увидел. У входа он стоит в ущелье Сизы. Зажал копье из ясеня в деснице. Но за копье граф Ганеллан схватился. Потряс его и дернул что есть силы. Взвелись обломки древка к небу вихрем. А Карл все спит, не может пробудиться. Потом ему привиделось во сне. Что он в капелле Ахинской своей. Рвет правое плечо ему медведь. Вдруг мчится леопард с вершин орден. На Карла прянул он, разянув взев. Но из дворца проворный пес приспел. От короля он отогнал зверей. Медведю ухо правое изел. За леопардом кинулся затем. Великий бой. Кричат французы вслед. Хоть и не знают, кто одержит верх. А Карл все спит. Проснуться мочи нет. Ночь минула, заря, алия, встала. Рога и трубы оглашают лагерь. Пред войском Карл Великий гордо скачет. Бароны, вопрошает император. Тесные ущелья здесь и крутые скалы. Кого бы нам оставить в арьер гарде? Граф Ганеллан ему в ответ. Роланда. Мой посынок, храбрейший из вассалов. Услышал Карл, на графа гневно глянул. И говорит ему. Вы, сущий дьявол. Вас злоба неизбывная снедает. А кто пойдет дозором перед ратью? Граф Ганеллан сказал. Ажье дачанин. Надежнее вы не найдете стража. Роланд узнал, куда он отрежен. Заговорил, как рыцарь и барон. Большое вам спасибо, очим мой. Что я назначен прикрывать отход. Не потеряет Франция король. Пока я жив, коня не одного. За каждого из вьючных лошаков. За каждого из мулов и ослов. Взыщу я плату с недругов мечом. Я это знаю, молвил Ганеллан. Узнал Роланд, что варьер гард назначен. И очиму промолвил в гневе страшном. Ах, подлое отрадье, ах, предатель. Ты думаешь, я уроню перчатку? Как ты свой жезл, на землю перед Карлом? Роланд воскликнул. Праведный король. Я вас прошу, мне лук вручите свой. Уж я не заслужу упрека в том. Что перед вами уронил его? Как сделал это Ганеллан с жезлом? Наш император Карл поник челом. Мнит бороду и крутит ус рукой. Но удержать никак не может слез. Неман вслед за Роландом держит речь. Вассала нет славнее при дворе. Он молвит королю. Слыхали все? В какой пришел Роланд великий гнев? Он с арьергардом остается здесь. И заменить его нельзя никем. Ему ваш лук вручите поскорей. Дружины дайте лучшее из всех. И лук Роланду Карл принять велел. Роланду молвит император Карл. Племянник милый, вот вам мой наказ. Возьмете выпал войска подначил. С ним никакой вам не опасен враг. Роланд ответил. Да не будет так. Свой рот не посрамлю я никогда. Лишь 20 тысяч мне прошу вас дать. Ведите с миром остальных в наш край. Пока я жив, никто не страшен вам. Роланд сидит на боевом коне. При нем его товарищ Оливия. За ними едут храбрый граф Жири. Жирин, Атон, Асторий, Беранже. И Анциес, чья непомерно спесь. Старик Жирар из Руси Ильона здесь. И славный герцог Удалец Гефи. Турпин сказал. Мне отставать не след. Иду с Роландом подхватил Готье. Ведь я его вассал. Он дал мне лен. Ушло их 20 тысяч человек. Зовет к себе Роланд Готье Диаэляна. Возьмете вы французов в 10 сотен. Займите все ущелья и высоты. Чтоб император не понес урона. Готье в ответ. Исполню все, как должно. Взял он с собой французов в 10 сотен. И занял все ущелья и высоты. Откуда враг ударить не захочет. 700 мечей он встретит обнаженных. Король Альмар Бельфернский в час недобрый. Даст нынче бой Готье с его дозором. Хребет высок, в ущельях мрак царит. Чернеют скалы в глубине теснен. Везде не дут французские полки. На много миль разносятся шаги. Вот уж они до Франции дошли. Гасконь, владение Карла, впереди. Припомнились родные земли им. Невест и жен припомнили они. Сбегают слезы по щекам у них. Но больше всех великий Карл скорбит. Племянник им оставлен позади. Не плакать с горя у него нет сил. В чужой земле 12 пэров встали. И 20 тысяч рыцарей отважных. Ни бой, ни смерть им не внушают страха. Во Францию спешит наш император. Рвет бороду и неутешно плачет. Лицо плащом фуны не прикрывает. Старик неман коня конь с Карлом скачет. Он молвит королю. Что вас печалит? Король ему в ответ. Вопрос ваш празден. Я так скорблю, что не могу не плакать. Граф Ганеллан погубит войско наше. Мне нынче в ночь явил видение ангел. Сломал копье мне Ганеллан предатель. Он варьер гард определил Роланда. В чужой земле племянник мной оставлен. Беда, коли он умрет. Ему нет равных. Сдержать не может слез великий Карл. С ним плачет вся статысячная рать. Его и всех французов мучает страх. Что гонял он им предан граф Роланд. Богатые дары предатель взял. И серебро, и злато, и шелка. Коней, верблюдов, мулов, львов, собак. Три дня марсилий подданных скликал. Все званы, герцог, альгалев и князь. Эмир, барон, и альмасар, и граф. Четыре сотни тысяч он собрал. Рокочет в Сарагосе барабан. На башню Эдол Магомед падет. Чтоб все могли к нему с мольбой воззвать. В седло садится войско Басурман. И вот уж посерданье мавры мчат. И виден им уже французский стяг. Двенадцать пэров с войском ждут врага. И бой ему не побоятся дать. Племянник короля летит вперед. В скач гонит мула, древком бьет его. Марсилию со смехом молвит он. Не раз я вам служил своим мечом. Для вас претерпевал и труд и боль. Одерживал победы над врагом. Прошу вас даровать мне первый бой. Роланда я сражу своим копьем. Коль Магомед захочет мне помочь. Испанию мы отвоюем вновь. От Дюристана до Асприйских гор. Устанет Карл, откажется от войн. И проживите в мире век вы свой. Племяннику перчатку дал король. Взял тот перчатку с дядиной руки. Марсилию спесиво говорит. Пресветлый государь, ваш дар велик. Двенадцать мне соратников нужны. Чтобы двенадцать перов перебить. На зов явится Фальзарон спешит. Марсилию он братом был родным. Племянник, вы пойдете не один. Готов я вместе с вами в бой вступить. Мы арьер гард французов разгромим. Не суждено живыми им уйти. Вторым подъехал Корсали туда. Душа Бербера этого черна. Но он лихой вассал, и смел в речах. И храбрость ценит выше всех богатств. С ним маль прими, чья родина бриган. Он бегает быстрее с кокуна. Марсилию он громко закричал. Отправиться готов я в Ронсиваль. Роланд погиб, коль с ним я встречусь там. Вот Амировли с балагетом чит. Он с тоном строен и лицом красив. Спесива он на скаку не сидит. Оружием похвыляется своим. Он храбростью повсюду знаменит. Одна беда, он не христианин. Пред королем он встал и говорит. Прошу вас в Ронсиваль меня пустить. Коль встречу там Роланда, он погиб. Погибнут Оливье и Пере с ним. Постигнут всех французов смерть и стыд. Карл выжил из ума, он стар, чуть жив. Устанет скоро он войну вести. И мы вкусим в краю испанском мир. За речь Марсилий поблагодарил. Вот скачет Альмасар из Марианы. В Испании нет ни Христи коварной. Пред королем он встал и начал хвастать. Дружину поведу я к Ране Валю. Пойдет со мной в 20 тысяч храбрых. Роланд погиб, коль с ним я повстречаюсь. Весь век о нем придется Карлу плакать. Вот скачет граф Торжес из Тортилазы. Его Эпиот наследный этот город. Всех христиан сгубил бы он охотно. С другими он к Марсилию подходит. И молвит. Будьте, государь, спокойны. Наш Магомед сильнее Петра Святого. Коль вы ему верны, он вам поможет. С Роландом в Ронсивале мы сойдемся. Ему оттуда не уйти живому. Вы видите, как длинен меч мой добрый. Он скоро в щепы дюрандой расколет. Молва вам скажет, кто кого поборет. Мы победим французов в бронном споре. Карл не избегнет срама и позора. Носить корону не дерзнет он больше. Вот скачет и скримив догонку прежним. Владеет этот цароцин Вальтерной. Кричит он громко королю неверных. Я в Ронсиваль смирить французов еду. Роланд погиб, коль там его я встречу. Погибнет Оливье, кто всех смелее. Предам я с ним 12 пэров смерти. Французский край навеки опустеет. Карл не найдет таким бойцам замены. Вот и Старган язычник подскакал. За ним истромарен, его собрат. Душа у них коварна и черна. Король сказал. Приблизьтесь, господа. Спешите по ущельям в Ронсиваль. Вести мне помогите в битву рать. Они в ответ. Исполним, государь. Роланд и Оливье погибнут там. Никто из пэров не уйдет от нас. Остры у нас клинки, крепко их сталь. Мы обагрим ее в крови врага. Умрут французы, Карл поднимет плач. Всю Францию наш меч добудет вам. А государь, велите бой начать. В плен попадет к вам император Карл. Вот Маргариси Вильский подержает. Он землями до Казмарины правит. За красоту свою он мил всем дамам. Чуть поглядит ему в лицо любая. Не может от улыбки удержаться. Нет воина отважнее у мавров. Толпу он пред собою раздвигает. Марсилию кричит. Не опасайтесь. Я иду в Ронсива любить Роланда. И Оливье в живых я не оставлю. Израню всех 12 пэров насмерть. Вот меч мой с золотою рукоятью. Эмиром Прима был он мне подарен. Клянусь его окрасить кровью вражьей. Французов мы побим и обесславим. А император их, седой и старый. День изо дня от горя будет плакать. Ними нет год, мы Францию захватим. Свои палатки в Сэнды не поставим. Король ему поклоном отвечает. Вот и Шернобыль Манегарский лошадь шпорит. До пят свисают у него волосья. И граючий он больший груз уносит. Чем увезти семь вьючных мулов могут. В краю, откуда этот не христь родом. Хлеб не родит земля, не светит солнце. Не льется дождь, не выпадают росы. Там черен даже каждый камень горный. Есть слух. Там у чертей бывают сходки. Шернобыль воскликнул. Взял я меч свой добрый. Его окрашу вронь севали кровью. Я там Роланду заступлю дорогу. Будь я не я, коль на него не брошусь. Коль Дюрандель я не добуду с бою. Французов мы побим и опозорим. Двенадцать пэров сарацин уходят. Стотысячную рать ведут с собою. Всем поскорей затеять бой охота. Все в бор идут и надевают брони. В доспехах сарацинских каждый мавр. У каждого кольчуга в три ряда. Все в добрых сарагозских шишаках. При винских прочных кованых мечах. При валенсийских копьях и щитах. Значок на древке, желт, ильбел, илял. Арабы смулов соскочить спешат. На боевых коней садится рать. Сияет день, и солнце бьет в глаза. Огнем горят доспехи на бойцах. Скликают мавров трубы и рога. К французам шум летит издалека. Роланду молвит Оливия. Собрат. Неверные хотят на нас напасть. Хвала Творцу. Ему в ответ Роланд точка. За короля должны мы грудью встать. Служить всегда Синьеру Рат Вассел. Зной за него терпеть и холода. Крови за него ему отдать не жаль. Пусть каждый рубит не Христе из плеча. Чтоб не сложили песен злых про нас. За нас Господь, мы правы, враг не прав. А я дурной пример вам не подам. Граф Оливиев зашел на холм крутой. Взглянул направо на зеленый дол. И видит. Войско Сарацин идет. Зовет он побратима своего. Шум слышен в стороне испанских гор. Горят щиты и шишаки огнем. Французов ждет сегодня тяжкий бой. Всему виной предатель Ганеллан. Он нас назначил прикрывать отход. Роланд ему в ответ. Он, очим мой. Я не позволю вам бронить его. Граф Оливье глядит на дол с холма. Вдали видна испанская страна. И Сарацин несметная толпа. Везде сверкают золото и сталь. Блеск лад, щитов и шлемов бьет в глаза. Лес копий и значков над долом встал. Языческих полков не сосчитать. Куда не кинешь взор, повсюду враг. Пришел в тревогу и смущение граф. Спустился поскорей с холма назад. Пошел к французам, все им рассказал. Промолвил Оливье. Идут враги. Я в жизни не видал такой толпы. Сто тысяч мавров там. При каждом щит. Горят их брони, блещут шишаки. Острые их копья, прочные их мечи. Бой небывалый нынче предстоит. Французы, пусть Господь вас укрепит. Встречайте грудью натиск Сарацин. Французы молвят. Трус, кто побежит. Умрем, но вас в бою не предадим. Граф Оливье сказал. Врагов, тьмы тем. А наша рать мало, сдается мне. Собрат Роланд, трубит и враг скорей. Чтоб Карл дружины повернуть успел. Роланд ответил. Я в своем уме. И враг не затрублю, насрам себе. Нет, я возьмусь за Дюрандель теперь. По рукоять окрашу в кровь мой меч. Пришли сюда враги себе во вред. Ручаюсь вам, их всех постигнет смерть. Трубит и враг скорей, а друг Роланд. Король услышит зов, придет назад. Баронов приведет на помощь нам. Не дай Господь. Роланд ему сказал. Не стану Карла я обратно звать. Себе и милой Франции насрам. Нет, лучше я возьмусь за Дюрандель. Мой добрый меч, весящий у бедра. По рукоять окрашу в кровь булат. Враги себе во вред пришли сюда. Их всех постигнет смерть, ручаюсь вам. А друг Роланд, скорей трубит и враг. На перевале Карл услышит зов. Ручаюсь вам, он войско повернет. Роланд ему в ответ. Не дай Господь. Пускай не скажет обо мне никто. Что от испуга позабыл я долг. Не посрамлю я никогда свой рот. Неверным мы дадим великий бой. Сражу я мавров 1700. Мой Дюрандель стальной окрашу в кровь. Врага французы примут на копье. Испанцам всем погибнуть суждено. Граф Оливье сказал. Вы зря стыдитесь. Я видел тьму испанских сарацинов. Кишат они на скалах и в теснинах. Покрыты ими горы и долины. Несметные наземные дружины. Чрезмерно мал наш полк в сравнении с ними. Роланд в ответ. Тем злей мы будем биться. Не дай Господь и ангелы святые. Чтоб обесчистил я наш край родимый. Позор и срам мне страшны, не кончина. Отвагою, вот чем мы Карлу милы. Разумен Оливье, Роланд отважен. И доблестью один другому равен. Коль сели на коня, надели панцирь. Они скорее умрут, чем дрогнут в схватке. Их речи горды, их сердца бесстрашны. На христиан арабы бурей мчатся. И молвит Оливье. Враги пред нами. И далеко ушли дружины Карла. Когда бы враг подуть вы пожелали. Поспел бы к нам на помощь император. Взгляните вверх, где круты скалы Аспры. Там арьергард французов исчезает. А нам теперь уж путь назад заказан. Роланд ему. Безумна речь такая. Позор тому, в чье сердце страх закрался. Стоим мы здесь и не пропустим мавров. Верх мы возьмем, и поле будет нашим. Роланд увидел. Битвы не минуть. Как лев и леопард, стал горд и лют. Воскликнул громко. Побратим и друг. Вам говорить такое не к лицу. Не зря нас Карл оставил с войском тут. Не знает страха ни один француз. И 20 тысяч их у нас в полку. Вассел Синьеру служит своему. Он терпит зимний холод и жару. Крови за него не жаль пролить ему. Копьем дадите вы отпор врагу. Я дюрандль, что Карл мне дал, возьму. Кто бы не владел им, если я паду. Пусть скажет, что покойник был не трус. Турпен архиепископ взял в голоб. Коня пришпорил, выехал на холм. Увещевать французов начал он. Бароны, здесь оставил нас король. Умрем за государя своего. Живот положим за Христов в закон. Сомнения нет, нас ожидает бой. Вон сара цены, полон и медол. Покайтесь, чтобы вас простил Господь. Я ждам вам отпущения грехов. Вас в вышний рай по смерти примет Бог. Коль в муках вы умерете за него. Вот на колени пали все кругом. Турпен крестом благословил бойцов. Эпитемию назначил, бить врагов. Французы поднимаются с земли. Турпенам им отпущены грехи. Он их святым крестом благословил. На скакунов садятся вновь они. Доспех надежный на любом из них. К сражению все готовы, как один. Вот графу Оливье Роланд кричит. Вы мудро рассудили, побратим. Нас гонял он предатель погубил. Взял он за это деньги и дары. Пускай ему за нас король отмстит. Ты, Сарацин Марсилий, нас купил. Так вот мечом покупку и возьми. Долиной мчит Роланд на скакуне. Конь Вильянтив под ним горячий и резв. К лицу ему оружие и доспех. Копье он держит метко и в руке. Вздымает грозно к небу острию. Значок играет белый на копье. Свисает бахрома до рук и плеч. Прекрасен телом граф и ликом смел. Ему вдогонку скачет Оливье. Несется клич французов им во след. Роланд над Эминомавров оглядел. Любовно глянул на своих людей. И стал держать к ним ласковую речь. Бароны, не гоните зря коней. Язычников не минетны не смерть. Такую мы возьмем добычу здесь. Какой не брал никто из королей. Сходиться рать и начали затем. Граф Оливье сказал. К чему слова? В рог затрубить казалось стыдно вам. Теперь король нам помощь не подаст. За это было бы грех ему пенять. Не знает он, что ожидает нас. Пришпарьте лучше скакуна, собрат. Бароны, ни на шаг не отступать. Молю вас ради господа Христа. Держите строй, крушите басурман. Ударим с кличем Карла на врага. И крикнули французы. Манжуа. Кто этот крик в бою слыхал хоть раз. Тот видел тех, кому неведом страх. Погнали тут кони и французы вскачь. Как шпарят их они, как лихо мчат. Осталось им одно, рубить с плеча. Но и арабов трудно испугать. И вот уж грудь на грудь сошлись войска. Марселиев племянник Айра. Пред войском мавров мчит во весь опор. Язвит французов наших броню злой. Эй, трусы, ждет вас ныне смертный бой. Вас предал ваш защитник и оплот. Зря бросил вас в горах глупец король. Подет на вашу Францию позор. А Карл простится с правой рукой. Роланд услышал, фьярый гнев пришел. Коня пришпорил и пустил в голову. Язычнику нанес удар копьем. Щит раздробил, доспехи расколол. Прорезал ребра, грудь пронзил насквозь. От тела отделил хребет спинной. Из сарацена вышиб душу вон. Качнулся и на землю рухнул тот. В груди торчало древко у него. Копье его до шеи рассекло. Воскликнул граф Роланд над мертвецом. Призренный, ты сказала Карли ложь. Знай, не глупец и не предатель он. Не зря он нам велел прикрыть отход. Да не постигнет Францию позор. Друзья, за нами первый бой. Вперед. Мы правы, враг не прав, за нас Господь. Вон Фальзарон, Марсилий он брат. Ему принадлежит, как Лен, тот край. Где Аверон с Дафаном жили в сталь. Мир нехристия коварный не видал. Так у него огромна голова. Что добрый футу ляжется меж глаз. Разгневался он, что племянник пал. Отехал от своих, понесся вскачь. С арабским бранным кличем на устах. Французам нашим он кричит в сердцах. Сражу вас, милой Франции насрам. Услышал Оливье, что крикнул Мавр. Коню в великом гневе шпары дал. Как истинный барон, нанес удар. Пробил он щит, кольчугу в три ряда. Копьё в араба по значок вогнал. И замертво свалил его с сёдла. Увидел граф, что умер подлый враг. Сказал над трупом гордые слова. Трус, мне твоя угроза не страшна. Друзья, вперёд. Не одолеть им нас. И крикнул он французам. Манжуа. Вон нечестивый корсали Бербер. Король лежащих за морем земель. Корабом держит он такую речь. Возьмём легко мы в битве этой верх. Французов мало, нас, не перечесть. Тех, что пред нами, вправе мы презреть. Им не поможет Карл, их ждёт конец. Их всех до одного постигнет смерть. Турпин услышал, яростью вскипел. Тот Мавр ему на свете всех мерзей. Пришпорил он коня, приник к луке. Врагу нанёс удар, что силы есть. Щит раздробил, в куски разнес доспех. Грудь распорол, переломил хребет. Качнулся Мавр, не усидел в седле. Его с коня архиепископ сверг. Турпин увидел, что пред ним мертвец. И так сказал, сдержать не в силах гнев. Неправду ты изрек, поганый лжец. Карл, наш сеньер, защита нам и здесь. Не опозорим мы себя вовек. Сумеем вас унять и одолеть. Всем вашим будет то же, что тебе. За нами, первый бой. Друзья, смели. Победу нам послал Господь с небес. И возгласил он, манжуа, затем. Вот пал сеньер Бригана Мальприми. Жирин его ударил в добрый щит. Навершный шип из хрусталя разбил. Щит лопнул, разлетелся на куски. Конец копья через доспех проник. Играв оружие в грудь врагу всадил. С коня свалился мертвым сарацин. Чью душу тут же черти унесли. Разит и граф Жири подстать собрату. Пробил он щит и панцирь Амирафля. В живот ему свое копье направил. Пронзил его насквозь одним ударом. С коня свалил на землю бездыханным. Граф Оливье воскликнул. Бой удачен. Самсон на Альмасора наскочил. Копьем ударил в золоченый щит. Язычнику доспех не пособил. До легких герцог грудь ему пронзил. Его с коня, на горе мавром, шип. Вот доблестный удар. Турпин кричит. Вон он с коня голопом гонит. Вступает в бой с торжеством тортелосским. В щит метит, под навершие золотое. Пробил он бронь с подкладкою двойною. Копьем пронзил язычнику утробу. Прогнал сквозь тело наконечник острый. С коня араба на землю мертвым сбросил. Роланд воскликнул. Вот удар барона. Бордосец Анжелия, Гасконский рыцарь. Поводья бросил, шпорит что есть силы. Сфальтерн цим искренне спешит схватиться. На шее мавра щит висел, разбился. Копьем сквозь кольца панцире проехал. Промеж ключиц глубоко в грудь возилась. Язычник мертвым с лошади свалился. Вы все умрите. Молвил победитель. Настер гонарину усадок. Ударил щит из кожи расписном. Расы к багря на белый верх его. Пробил кальчугу нефристо за сквозь. Всадил в араба острое копье. С коня на землю сбросил труп с толчком. И молвил. Смерть постигнет весь ваш род. Эстромарена беранжа теснит. Щит нефристо он раздробил в куски. Расы к доспехе, грудь копье всадил. Сразил врага средь тысяч садовцин. Уже десятый пер у них убит. Лишь двое до сих пор еще в живых. Шернобль и с ним красавец Маргарин. Был этот Маргарин собой хорош. Могуч, неустрашен, проварен, спор. На оливье коня направил он. На вершный шип щита разбил копьем. С размаху им ударил графа в бок. Но тело не задел, не дал господь. Мавр выбить графа из седла не смог. И мимо пролетел во весь опор. Врог затрубил. Скликает рать на бой. Сражение грозно, и враги упорны. Роланд бесстрашно рвется в гущу боя. Бьет так, что не выдерживает копья. Уже пятнадцать раз он брал другое. За дюрандель он взялся, меч свой добрый. К Шерноблю скаку на галопом гонит. Шлем, где горит карбунку, им раздроблен. Прорезал меч под шлемник, кудри, кожу. Прошел меж глаз середкой лобной кости. Раз икс размаху на кольчуге кольца. И через пах наружу вышел снова. Пробил седло из кожи золоченой. Увяз глубоко в крупы под попаной. Роланд коню ломает позвоночник. На землю валит всадника и лошадь. И молвит. Не христь, зря сюда пришел ты. Ваш Магомед вам нынче не поможет. Не одержать победы маврам подлым. Вот граф Роланд по полю битвы скачет. И рубит он и режет дюрандалем. Большой урон наносит басурманам. Взглянуть бы вам, как он громит арабов. Как труп на труп мечом нагромождает. И руки у него в крови и панцирь. Конь ею залит от ушей до бабок. Граф Оливье разит подстать собрату. И остальные пэры бьются славно. Врага французы косят и сражают. Без чувств и без дыханья валят на земь. Турпин сказал. Бароны наши храбры. И бросил войску. Манжуа. Клич Карла. Граф Оливье несется полем вскач. Обломок древка у него в руках. Он Мальзарону им нанес удар. Щит расписной сломал, разбил шишак. У Мавра вышиб из орбит глаза. И вылетел на землю мозг врага. Убил еще 700 неверных граф. Торжеса с Эстаргосом покарал. Но и свое копье в конец сломал. Роланд воскликнул. Вы сошли с ума. Жертв для подобной битвы негодно. Железо, друг, потребна здесь и сталь. Да разве Альтеклера нет у вас? Отделанного золотом меча. Я бью арабов Оливье сказал точка. Мне меч из ножен не досуг достать. Граф Оливье достал свой меч из ножен. Желание побратимо он исполнил. Меч обнажил пред ним, как рыцарь добрый. Вот с ним же у стены с Вольфери сошелся. Граф в голову ему удар наносит. И череп рассекает, и утробу. И все седло с отделкой золоченой. Хребет коню сломал своим клинком он. С седла на землю сара цена сбросил. Вы братом не мили. Роланд промолвил точка. Оценит наш король удар столь мощный. Клич. Манжуа. Ему повсюду вторит. Несет Жирина в бой с Кокунсорель. Им чиджерия горячий посысерф. Тот и другой пришпорили коней. На Тимазеля мчат, что силы есть. Ударил в щит Жирин, в броню Жири. Сломались копья, раздробив доспех. На луг свалился мертвым Тимазель. Не слышал я, и неизвестно мне. Кто из двоих нанес удар быстрей. Эперварена, чей отец, Борель. Сразил в бою бордосец Анжелия. Турпеном на земь сброшен Сигларель. Уже бывавший в пекле чародей. Юпитерат ему помог узреть. Сказал Турпен. Коварен был злодей. Роланд в ответ. Язычнику конец. Мне мил такой удар, друг Оливия. Все яростней, все беспощадней схватка. И мавры, и французы бьются славно. Одни разят, другие отражают. Взглянуть бы вам, как копья там кровавят. Как рвутся в клочья и значки и стяги. Как в цвете лет французы погибают. Ждут матери и жены их напрасно. Напрасно ждут друзья за перевалом. Великий Карл терзается и плачет. Но помощь им, увы. Подать невластен. На смерть обрек их Ганеллан предатель. Он в Сарагосе продал их арабам. Но не ушел изменник от расплаты. Был в Ахине разорван он конями. Подверглась 30 родичей с ним казни. Никто из них не вымолил пощады. Ужасен бой, и сейчас жестоко. Разят Роланд и Оливье врага. Разит Турпен, ударом нет числа. Бьют остальные перы им подстать. Французы рубят сарацин с плеча. Погибло много тысяч басурман. Кто бегством не спасется от меча. Тот рад не рад, а должен жизнь отдать. Но тяжкие потери христиан. Не видеть им ни брата, ни отца. Ни короля, который ждет в горах. Над Францией меж тем гремит гроза. Бушует буря, свищет ураган. Льет ливень, хлещет град крупнее яйца. И молнии сверкают в небесах. И, то не ложь. Колеблется земля. От Ксантина и до нормандских скал. От Бизансона и Пауэсона. Нет города, где стены не трещат. Где в полдень не царит полночный мрак. Влестят одни зорницы в облаках. Кто это видит, тех обемлет страх. Все говорят. Настал конец веков. День страшного господнего суда. Ошиблись люди, не дано им знать. Что это по Роланду скорбь и плач. Французы пьют без промаха врагов. Арабы понесли большой урон. И сотни тысяч двое не спошлось. Сказал Турбин. Бесстрашен наш народ. С ним не сравнится никакой другой. В деяниях франков писано о том. Что Карл-1 имел таких бойцов. Французы полю делают обход. В результатном ускорении собратьев ищут в грудах мертвецов. Скорбят по ним, сдержать не могут слез. Меж тем Марсилий рать на них ведет. Ведет Марсилий войско по ущельям. Дружины, с ним идущие, несметны. Полков за 20 будет там, наверное. Горят у всех на шишаках каменья. Блестят щиты и пышные доспехи. Семь тысяч труп трубят перед сражением. Оглашена их ревом вся окрестность. Такую речь Роланд к собрату держит. Обрек нас гонил им предатель смерти. Теперь уже сомнения нет в измене. Но готовит Карл ему отмщение. Нам предстоит неслыханное сеча. Страшнее битвы не было от века. Я буду Дюрандалем бить неверных. А вы, мой друг, разите Альтеклер. Мы с ними побывали в стольких землях. Город имеет своих уникальных юнитов. Так пусть о нас не сложат злую песню. Марсилий видит мавров перебитых. Врога и трубы затрубить велит он. В седло садится, в бой ведет дружины. А раб Абим пред войском первым мчится. На свете нет коварной сары цена. Злодейств немало свершено им в жизни. Не чтит он сына Пресвятой Марии. Угля и сажи он чернее видом. Милей ему измена и убийство. Всех кладов и сокровищ галисийских. Никто его смеющимся не видел. Отважен он до безрассудства в битве. Зато его и любит так Марсилий. Свой стяг с драконом в верилон Абиму. Но этот мавр Турпену ненавистен. Схватиться жаждет с ним архиепископ. И молвит про себя невозмутимо. А этот мавр, как видно, нечестивец. Убить его я должен или погибнуть. Я сам не трус и не люблю трусливых. Турпен коня на Сарацин направил. А тем конем владел Гроссель когда-то. Король дачан, от рук Турпена павший. Несет Турпена в бой с кокун под жарой. На загляденье у него все стати. Короткий в бедрах, длинен он боками. По демистой в седле, широк он задом. Хвост белый у него при гриве чалый. Он мордый рыжеватый малышами. Коню такому нет на свете равных. Архиепископ шпорит лошадь Ирияна. С разгона на Абима налетает. Бьет в щит, который дивно изукрашен. Горят на нем берилы и топазы. Алмазы и карбункулы сверкают. Сам Сатана добыл их в Вальмитасе. Абимужих Эмир Галафр доставил. Турпен ударил Мавра беспощадно. Сломался щит, не выдержал удара. Прошло копье сквозь тело башурмана. И бездыханным он свалился на земь. Французы молвят. Вот ваше лотважный. Врагу свой посох не отдаст наш пастырь. Французы видят. Враг велик числом. И окружил их рать со всех сторон. Бросают Оливье с Роландом зов. Зовут 12 пэров, свой оплот. Турпен их увещает, в свой черед. Также добавлено требование к счетам улучшения отношений с городом приема победитых. Чтоб всех нас помянули в песне злой. Уж если гибнуть, так вперед лицом. Да, нынче умереть нам суждено. Мы до конца прошли наш путь земной. Но я душой моей ручаюсь в то, что вам сужден по смерти рай святой. В сан мучеников вас допустит Бог. Французов ободрила речь его. Клич, манжуа, они бросают вновь. Был межарабов-сарагосец некий. Он полстолицы в подчинении держит. То, клеморен, коварные отрождения. Совет держал с ним Ганеллан-изменник. Лапзания приняла от него при встрече. Шлем получил с рубином драгоценным. Французов посрамить грозится не христь. Сорвать корону с Карла он намерен. Конь-барбомош под ним, скакун отменный. Он ласточки и ястреба быстрее. Араб дал шпары, отпустил уздечку. И нога с конца Анжелия наехал. Не помогли тому его доспечь. Копье вогнал ему неверный в дело. Так, что наружу вышел наконечник. Пройден насквозь, пал Анжелия на землю. Воскликнул Мавр. Учитывается только три навыка торговли главного героя. Таких, как этот, в раз мы одолеем. Игрок резервирует ячейки в инвентаре главного героя. Взывает к графу Оливия Ролланд. Мой по-братим, смерть Анжелия взяла. Храбрый барона не было у нас. Автоматически приводит к войне с фракцией, бог даст. Всадил златые шпары в скакуна. Кровавый альтеклер рукой сжал. Коня направил прямо на врага. Удар нанес, и рухнул на землю Мавр. Судержание и повышение не зависит еще это отношение с фракцией и юнитами. С ним вместе герцог Альфаенский пал. Убил из Кабаби отважный граф. Семь арабитов выше без седла. Не воевать им больше никогда. Сказал Роланд. Разгневан мой собрат. Он подал мне и всем пример сейчас. Такой лихой удар оценит Карл. Разите мавров, рыцари, с плеча. Вот вальдабран язычник мчится в бой. Воспитан был им в старь Марсилий злой. В 400 судов он водит флот. Он вождь всех сарацинских моряков. Взял Иерусалим из Менеон. И Соломонов храм им осквернен. И патриарх убит пред алтарем. Ему поклялся в дружбе Ганеллан. Он наградил предателя мечом. Под ним скакун по кличке Грамимон. Быстрее, чем сокол, этот борзый кой. Язычник мчит на нем во весь опор. Туда, где рубит мавров дуг Самсон. Он щит ему разбил, прорезал броню. Вплоть до значка копье вогнал в него. Шшипера и кричит над мертвецом. Арабы, в бой. Мы верх возьмем легко. Французы молвят. Горе, пал барон. Роланд увидел, что Самсон погиб. Великий гнев и горе ощутил. Коню дал шпары, повод отпустил. Свой дюрандель, бесценный меч, схватил. Ударил вальда брона, что есть сил. Шлем, где горят каменья, разрубил. Лоб и броню, и тело раскроил. Седло с отделкой золотой пронзил. Клинком коню хребет переломил. Убил и мавра, и коня под ним. Жесток удар. Воскликнули враги. Я ненавижу вас. Роланд кричит точка. Мы служим правде. Вы, злодей, служи. Был некий нехристия африканец там. Сын короля Малькюда, Малькиан. Его доспехи золотом горят. Ни у кого нет столь блестящих лад. Конь с Альперту под ним несется вскач. На свете нет резвия скакуна. С копьем на ансеи согринул мавр. В лазур на алый щит нанес удар. Расы к броню на графе пополам. До половины древков плоть вогнал. Свой путь земной свершил и умер граф. Французы восклицают. Горина. Но тут архиепископ мимо ехал. А он таков, что ни один священник. Не превзошел его в деяниях смелых. Он молвил. Бог тебя накажет, не христи. О том, кого ты шип, скорблю я сердцем. Коня на мавра он погнал карьером. Ударил Малькиана в щит Толецкий. И мертвым наземь был араб повержен. Вон королевич именем Грандоней. Каппадокийца Капуэля отпрыск. Резав и горячая скакун его марморий. Как птица, он летит по полю боя. Наездник бросил повод, шпорит лошадь. Жири на что есть силы бьет с разгона. По алому щиту удар наносит. Копье сломало на кольчуге кольца. До желтого значка вошло в утробу. Свалился граф с коня на холм высокий. Его собрат Жири сражен был тоже. Убитый Беранжи, Игис Интанжский. И славный герцог, удалец Асторий. Чейлен, Анвер и Валерий Нароны. Злодей, на радость Маврам, их прикончил. Французы молвят. Гибнет наших много. Роланд кровавый дюрандель сжимает. Он слышит, как французы застонали. В груди его от скорби сердце сжалось. Он Мавру молвит. Бог тебя накажет. Ты за убитых мне сейчас заплатишь. Коня он шпорит, мчится на араба. Кто бы верх не взял, ужасно будет схватка. И мудр и смел Грандоний был всегда. В сражение никогда не отступал. Пустил он на Роланда с кокуна. Хоть графа он увидел в первый раз. Но в миг его узнал по блеску глаз. По статности, по красоте лица. Невольный страх почувствовал араб. Попробовал, но не успел бежать. Роланд нанес ему такой удар. Что позабрало шлем пробила сталь. Сквозь лоб и нос, и челюсти прошла. Грудь пополам с размаху рассекла. И панцирь, и луку из серебра. Роланд коню спинной хребет сломал. Убил из кокуна и седока. Испанцы станут, их печаль тяжко. Французы молвят. Лихо рубит граф. Ужасен бой, и сейчас жестоко. Французы на копье берут врага. Когда бы привелось увидеть вам. Как мрут бойцы, как хлещет кровь из ран. Как трупы грудой на траве лежат. Не устоять язычникам никак. Хотят или нет, а надо отступать. Французы их теснят и гонят вспять. Ужасно сейчас, бой жесток и долог. Французы бьются смело и упорно. Арабам рубят руки, ребра, кости. И сквозь одежду в них вгоняют копья. Зеленая трава красна от крови. Арабы станут. Устоять нет мочи. Французский край, будь Магометом проклят. Твои сыны, отважней всех народов. Марсилию кричат все мавры в голос. Король, поторопись подать нам помощь. Вот графа Оливье Роланд зовет. Мой побратим, согласны вы со мной? Что пастырь наш Турпин, боец лихой. Никто на свете не затмит его. Разит он славно дротом и копьем. Ответил тот. Пора ему помочь. И оба в битву поскакали вновь. Удар их мащен, грозен их напор. И все же христианам тяжело. Когда бы вам увидеть привелось. Как Оливье с Роландом бьют мечом. Как мавров на копье Турпин берет. Известно павших сарацин число. И в грамотах и в жести есть оно. Их было тысяч свыше четырех. Четырежды французы дали бой. Но пятый был особенно жесток. Всех рыцарей французских он унес. Лишь шестьдесят от смерти спас Господь. Но сладить с ними будет нелегко. Роланд увидел, велики потери. И Каливье такое слово держит. Собрат, я вам клянусь царем небесным. Весь лук тела мира царей усеян. Скорблю о милой Франции я сердцем. Защитников она лишилась верных. Ах, друг король, опора наша, где вы? Брат Оливье, скажите, что нам делать? Как королю послать о нас известие? Ответил граф. Не дам я вам совета. По мне, погибель лучше, чем бесчестье. Роланд сказал. Возьму я Олифан. И затрублю, чтоб нас услышал Карл. Ручаюсь вам, он повернет войска. Граф Оливье ответил. Нет, собрат. Вы рот наш осрамите навсегда. Не смыть вовек нам этого пятна. Не внили вы, когда я к вам взывал. А ныне поздно нам на помощь звать. Бесчестьем было бы затрубить сейчас. Ведь руки вплоть до плеч в крови у вас. То вражья кровь. Воскликнул граф Роланд. Промолвил граф Роланд. Ужасно сейчас. Я затрублю, и Карл сюда поспеет. Ответил Оливье. То нам не к чести. Я к вам взывал, но внять вы не хотели. Будь здесь король, мы гибели бы и сбегли. Но тех, кто с Карлом, упрекнуть нам ни в чем. Собрат, клянусь вам бородой моею. Что, если вновь с сестрицей Альдой встречусь? Она с Роландом ложи не разделит. Спросил Роланд. Чем так вы недовольны? А тот ответил. Вы всему виною. Быть смелым мало, быть разумным должно. И лучше меру знать, чем с ума сбродить. Французов погубила ваша гордость. Мы королю уж не послужим больше. Подай вызов, поспел бы он на помощь. И не избегли бы ни Христи разгрома. Король Марсилий, плена или гроба. Нам ваша дерзость жизни будет стоить. Теперь вы Карлу больше не помощник. Во век он не найдет слуги такого. Вы здесь умрете, Франции на горе. И наша дружба кончится сегодня. До вечера мы дух испустим оба. Архиепископ спор услышал их. Златые шпары в скаку навонзил. Подъехал и с упреком говорит. Роланд и Оливье, друзья мои. Пусть вас Господь от ссоры сохранит. Никто уже не может нас спасти. Но все-таки должны вы затрубить. Услышит Карл, неверным отомстит. Французы маврам не дадут уйти. Сойдут они со скакунов своих. Увидят нас, изрубленных в куски. Оплачут нашу смерть от всей души. Нас приторочат к мулам на вьюке. И прах наш отвезут в монастыри. Чтоб нас не съели свиньи или псы. Роланд в ответ. Умни не рассудить. Свой Алифан Роланд руками стеснул. Поднес ко рту и затрубил с усилием. Высокие горы, звонок воздух чистый. Протяжный звук разнесся миль на тридцать. Французы слышат, слышит Карл Великий. Он молвит. Наши с маврами схватились. Но уверяет Ганеллан в противном. Не будь то вы, я речь назвал был живый. В свой Алифант рубит Роланд с трудом. Превозмогает он тоску и боль. Стекает с губ его густая кровь. С натуги лопнул у него висок. Разнесся зов на много миль кругом. Услышали его в ущельях гор. И Карл, и все французы, и Неман. Я слышу Алифант сказал король. А раз Роланд трубит, там грянул бой. Какой там бой? Ответил Ганеллан. Вы, человек и старый и седой. А, как ребенок, говорите вздор. Все знают, что Роланд ваш, сумасброд. Как только спись ему прощает бог. Вас не спросись, он взял когда-то ноты. Сразились с ним арабы у ворот. Он изрубил их всех до одного. И вымыть лук водой велел потом. Чтоб не узнали вы о битве той. Теперь, наверное, зайца гонит он. Ильперов потешает похвальбой. Помериться с ним не дерзнет никто. Вперед! Зачем задерживать бойцов? До Франции идти им далеко. Уста покрыты у Роланда кровью. Висок с натуги непомерный лопнул. Трубит он в Алифан с тоской и болью. Карл и французы слушают в тревоге. Как до Локзов. Король не ману молвит. А тот в ответ. Беда стряслась с бароном. Я вам клянусь, дерутся там жестоко. Изменник тот, кто задержать вас хочет. Доспех наденьте, клич свой ратный бросьте. Ведите нас племяннику на помощь. Вы слышали, как он о ней вас просит. Король велел трубить во все рога. Рать спешилась, в доспехе облеклась. Все при кольчугах, шишаках, мечах. Булатных копьях, расписных щитах. Значок копейный бел, ильжилд, илял. На скакунов опять садится рать. Бароны шпарят, по ущельям мчат. У каждого одно лишь на устах. Когда бы в живых Роланда нам застать? Узнал бы враг, как мощен наш удар. Увы, на помощь не поспеет Карл. Садится солнце, но горит светло. Блестит в лучах оружие бойцов. Пылает и слепит глаза огонь. Так много там сверкает шишаков. Цветных значков и расписных щитов. Мчит император, ярым гневом полон. Французы скачут в горести большой. Скорбят они, сдержать не могут слез. Боятся, что унес Роланда бой. Взять Ганеллона приказал король. Велел, чтобы стерик его бегон. Начальник всех придворных поваров. Глаз не спускай с него. Изменник он. А рабам предан им племянник мой. Отвел на кухню Ганеллона тот. До сотни поваров туда сошлось. Рвет каждый графу бороду рукой. Четырежды бьет кулаком в лицо. Злодея лупит палкой илькнутом. За шею был прикован Ганеллан. На цепь посажен, как медведь лесной. На клячу взгроможден и эздан в обос. Где до суда так и везли его. Высокие горы, мрачен склон и крут. Ущельями потоки вниз бегут. Со всех сторон несутся звуки труп. Ответ французы Алифану шлют. Мчит император, гневен и угрюм. От горя у баронов рвется грудь. Ручьями слезы по лицу текут. Все молятся Всевышнему Творцу. Что похоронил Роланда он в бою. Пока они на помощь не придут. Увы, молитвой не поможешь тут. Им не поспеть на выручку к нему. В великом гневе мчится император. Поверх кольчуги, борода седая. Коней бароны шпарят, понукают. Рыдают от печали и досады. Что рядом не сражаются с Роландом. Который бой дает испанским маврам. Конец его бойцам, коль графа ранят. Увы, всего их 60 осталось. Но мир не видел воинов, им равных. Взглянул на склоны мрачный Роланд. Везде французы мертвые лежат. Пары царских всех оплакал граф. Да упокоит Бог, бароны, вас. Да впустит ваши души в светлый рай. И даст возлечь вам на святых цветах. Мир доблесней вассалов не видал. Служили вы мне долгие года. Со мною покорили много стран. Вас вырастил, себе на горе, Карл. Французский край, прекрасная страна. Ты тяжкую утрату понесла. Бароны, ваша смерть, моя вина. Ведь я не уберег вас и не спас. Пускай Господь за муки вам воздаст. Брат Оливье, я с вами, до конца. Коль не убьют, умру с тоски по вам. Мой побратим, нам снова в бой пора. Опять Роланд по полю боя мчит. Как истинный вассал, мечом разит. Фальдрона из Пюэй перерубил. И двадцать с лишним нехристей убил. Никто еще так яростно не мстил. Быстрее, чем олень от псов бежит. А рабы рассыпаются пред ним. Вот истинный барон. Турпин кричит, точка. Быть рыцарю и следует таким. Кто взял оружие и в седле сидит. Тот должен быть и смел, и полон сил. Тот и гроша не стоит, кто труслив. Пускай себе идет в монастыри. Замаливает там грехи других. Роланд в ответ. Вперед. Смели Руби. Вновь мавров бить французы принялись. Но падает немало их самих. Кого в бою не плен, а гибель ждет. Тот даром жизнь свою не отдает. Французы бьются яросни и львов. Вот мчит Марсилий, как лихой барон. Под ним скакун по имени Ганьон. Он набиванно устремил его. Бивон держал, как Лен, Дижон и Бон. Мавр щит и бронь пробил ему копьем. Француза вышиб из седла легко. Убитый им и его Ри и Иван. Жерар из Руси Льона им пронзен. По счастью, был Роланд недалеко. Он молвил. Да сразит тебя Господь. Ты, Сарацин, убил моих бойцов. Но без расплаты с поля не уйдешь. Знакомство ты сведешь с моим мечом. Ударил граф, как истинный барон. Простился с кистью правую король. На журфалия грянул граф потом. Марселиеву сыну череп снес. Взывают мавры. Магомед, наш бог. Отмсти же Карлу за твоих сынов. Злодеев сущих здесь оставил он. Умрут, но не отступят ни за что. Вопит вся рать. Бежим отсюда прочь. Ушло арабов с поля 1100. Как ни зови, назад их не вернешь. Король бежал, но мало пользы в этом. Здесь Альгалев, Марселиев дядя не христь. Гармалью, Карфаген, Альфрерон держит. Проклятый Эфиопией владеет. Ведет он племя черное в сражение. Широконосых, большеухих негров. Их будет там полсотни тысяч целых. На бой они летят в великом гневе. Бросают клич язычников победный. Воскликнул граф Роланд. Бароны, верьте. Здесь мученический конец мы встретим. Трус, тот, кто жизнь уступит за бесценок. В бой, рыцари. Мечом разите метко. Не на живот, а на смерть с мавром бейтесь. Чтоб милой Франции не обесчистить. Сеньер наш Карл придет на это место. Увидит, что побита тьма неверных. А наших трупов раз в 15 меньше. Благословит за это нас посмертно. Граф на безбожных негров посмотрел. И видит, что они чернил черней. Лишь цвет зубов у басурманов бел. Роланд сказал. Бароны, верьте мне. Мы все до одного поляжем здесь. Французы, бейте нехристей смелей. Трус, кто отстанет. Молвил Оливия. И рянулся врагам на перерез. Арабы видят, что французов в горсть. Твердят друг другу в радости большой. Неправ пред нашим богом их король. Мчит Альгалифа в битву рыжий конь. Златый уж порой колет мавр его. Он в спину Оливии разит копьем. Кольчугу графа взрезало оно. На вылет через грудь его прошло. Смеется Альгалиф. Удар хорош. Напрасно Карл оставил вас межгор. Он этим лишь нанес себе урон. Тебя убив, я отомстил за все. Увидел Оливия, подходит смерть. Жжал он свой вороненный альтеклер. Ударил мавра им по голове. Шлем драгоценный лопнул на враге. До челюстей расы кораба меч. Граф Альгалифа на землю поверг. И молвил. Будь ты проклят, подлый лжец. Что Карл разбит, не скажешь ты вовек. И перед дамой или женой своей. Не станешь хвастать у себя в стране. Что повредить нам хоть на грош сумел. Мне или другим, кто бился с вами здесь. И Оливия позвал. Роланд, ко мне. Увидел Оливия, что смерть пришла. Спешит неверным отомстить сполна. В ряды арабов он коня вогнал. Щиты и копья рубит пополам. Пронзает руки, груди и бока. Взглянуть бы вам, как крошит он врага. Как валит мертвеца на мертвеца. Сказали бы вы. Отважнее нет бойца. Граф громко возглашает. Манжуа. Тот клич, с которым в битву мчится Карл. Зовет Роланда он. Ко мне, собрат. Побудьте подли друга в смертный час. Расстаться суждено сегодня нам. Роланд бросает взгляд на побратима. Тот бледен и уже синеет ликом. Из ран на теле кровь ручьем струится. Всю мураву вокруг она смочила. Граф молвит. Как помочь, овседержитель. Собрат, отвага ваша вас сгубила. Таких, как вы, не будет больше в мире. Ах, край французский, милая отчизна. Тебя утрата горькая постигнет. Потерпит наш король ущерб великий. И чувств от горя граф в седле лишился. Когда бы вам их видеть привелось. Один, чуть жив, лишился чувств, другой. Граф Оливье ослаб, теряет кровь. Так стало у него в глазах темно. Что он узнать не может никого. К нему подъехал побратим его. А он по голове Роланда бьет. Шлем золотой расы к наням мечом. Но сталь, по счастью, не задела лоб. Роланда в имик ударов себя привел. Спросил у побратима кротко он. Намеренно ли вы подняли клинок? Ведь я Роланд, что к вам любовью полу. За что же вы мне платите враждой? А тот в ответ. Не видит вас мой взор. Хоть я и слышу звуки ваших слов. Прошу простить, коль рану вам нанес. Роланд к нему. Я цел, свидетель бог. И вас простить я перед ним готов. Они друг другу отдали поклон. Любовно распростились пред концом. Увидел Оливье, что смерть подходит. Запали у него глаза глубоко. Слух отказал ему и зрение тоже. Сошел со скакуна и на землю кон. В грехах, свершенных им, признался богу. Вот руки он сложил и к небу поднял. Впустить его в ворота рая просит. За милый край родной, за Карла молит. Из-за Роланда, друга дорогого. Остановилось сердце в нем, он дрогнул. И на траве во весь свой рост простерся. Скончался граф и богу душу отдал. Его собрат над ним рыдает горько. Еще никто так не терзался скорбью. Увидел граф Роланд, что друг убит. Что головой к востоку он лежит. Стал сокрушаться горестно над ним. Ты храбростью своей себя сгубил. Ты был мне братом много лет и зим. Друг другу не чинили мы обид. Коль дух ты испустил, и мне не жить. Так граф промолвил и без чувств паник. На скакуне, чье имя Вильянтив. Но в стремена он ноги пропустил. И потому с коня не рухнул вниз. Едва Роланд в сознание пришел. Оправился и сил набрался вновь. Как он увидел, что проигран бой. Все войска христиан костьми легло. Жив лишь Турпин и с ним Готье Диайлен. Готье сошел к своим в долину с гор. Он поражение не христям нанес. Но потерял и всех своих бойцов. Вернуться одному ему пришлось. Зовет Роланда на подмогу он. А, где ты, граф, отважный мой сеньер? С тобою не боюсь я никого. Я, тот, кем Маэлью был покорен. Готье, чьим дядей был седой Драон. По доблести я, сотоварищ твой. Пробит мой щит, изломано копье. Изрублена в куски мечами бронь. И тело пронзено мое насквозь. Но я арабам отплатил с лихвой. Услышал граф, Готье зовет его. Дал шпары, поспешил Готье помочь. Вскипел Роланд от гнева и тоски. В ряды врубился, стал врага косить. Поверг на землю двадцать сарацин. Шесть их, Готье и пять, Турпин убил. Все войска нечестивые вопит. Друзья, уйти злодеям не дадим. Позор тому, кто убоится их. Бесчести тому, кто их щадит. Со всех сторон несутся гам и крик. Кольцом обстали рыцари и враги. Отважен и бесстрашен граф Роланд. Готье Диаэльон, боец ему подстать. Архиепископ, опытен и храбр. Прикрыть в бою собрата каждый рад. Втроем они врубились в строй врага. Сошла арабов тысяча седла. А сорок тысяч на конях сидят. Боятся, видно, бой французам дать. И не подходят на длину меча. Лишь копья мечут в них издалека. Готье убили с первого броска. Затем был ранен в голову прилад. Проломлен щит его, пробитший шаг. Рассечена броня и пронзина. Четыре пики разом в ней торчат. Убили под Турпеном Скакуна. Увы, архиепископ на земь пал. Турпен увидел, тяжко ранен он. Четыре пики вонзены в него. Но тут же встал, как истинный барон. Взглянул вокруг, к Роланду подошел. И молвил. Я еще не побежден. Живым не сдастся в плен вассал честный. Взял он альмаз, меч ворониной свой. И тысячу ударов им нанес. Ваочи увидел после наш король. Четыреста арабов там легло. Кто тяжко ранен, кто пронзен насквозь. А кто и распростился с головой. Так молвит жеста, пишет муж святой. Барон и гидей, зревший этот бой. Хранится в лане летопись его. И лишь невежда не слыхал о том. Безжалостно Роланд разит врага. Но он в поту, в жару и жив едва. От боли у него темно в глазах. Трубя, виски с натуги он порвал. Он хочет знать, вернется ли Карл назад. Трубит из сил последних валифан. Король услышал, скакуна сдержал. И говорит. В горах беда стряслась. Племянник мой покинет нынче нас. Трубит он слабо, значит, смерть пришла. Кони пришпарьте, чтоб не опоздать. Пусть затрубят все наши трубы в раз. Труб у французов тысяч шестьдесят. Им вторит дол, и от звук шлет гора. Смолкает смех у мавров на устах. Подходит Карл. Язычники вопят. Язычники вопят. Король подходит. Иль не слыхать вам труп французских голос. Беда нам будет, если Карл вернется. Покуда жив Роланд, войну не кончить. Он всех нас из Испании прогонит. И вот на графа умчатся в шлемах добрых. Четыре сотни сарацин отборных. Их натиск рьян, удары их жестоки. Роланда ждет нелегкая работа. Увидел граф, что враг к нему спешит. Стал снова лют, опять набрался сил. Не сдастся он, не взять его живым. На велье антиферезвом граф сидит. Коня златый уж порой горячит. Врывается он в гущу сарацин. Турпен архиепископ рядом с ним. Кричат они друг другу. Бей, руби. Уже слыхать французский рок вдали. Подходит Карл, наш мощный властелин. Не жаловал и не терпел Роланд. Не труса, не лжица, не гордеться. Не рыцаря, коли он плохой вассал. Сеньер отцу Турпен умолвил граф. Хоть пеши вы, а я не сбит с седла. Мы с вами вместе будем до конца. Разделим скорбь и радость пополам. Я ни на что не променяю вас. Запомнят царацин и навсегда. Как бьет альмаз и рубит дюрандель. Турпен в ответ. Тому, кто дрогнул срам. Вернется Карл и отомстит за нас. Вопят враги. Будь проклят этот день. На горе нам мы родились на свет. Лишились мы сеньеров наших здесь. Могучий Карл сюда спешит уже. Рев труп французских слышен вдалеке. Клич, Манжуа, летит ему во след. В бесстрашии Роланду равных нет. С ним ни один не сладит человек. Метай в него копье, и прочь скорей. Град пик и дротов в графа полетел. Пустили мавры рой пернатых стрел. Щит рыцаря пронизан ими весь. Пробит и рассечен на нем доспех. Хоть сам Роланд ни разу не задет. Но Вельянтив поранен в 30 мест. На землю он упал и окалел. Язычники бегут, что силы есть. Остался граф Роланд один и пеш. Полный арабы гнева и стыда. Бегут они в Испанию назад. Не может их преследовать Роланд. Конь Вельянтив под ним в сражение пал. Отныне пешим должен биться граф. Турпену помощь он спешит подать. Шлем золотой он развязал сперва. Затем кольчугу растыгнул и снял. Разрезал на куски его кафтан. И раны накрепко перевязал. Потом к своей груди его прижал. Отнес туда, где гуще мурава. Стал перед ним смиренно речь держать. Сеньер, дозвольте мне покинуть вас. Собратья наши мертвыми лежат. Но бросить их не к чести было бы нам. Пойду я мертвых по полю искать. У ваших ног на луг сложу их в ряд. Турпен в ответ. Несите их сюда. Господь Велик, оставил поле враг. Роланд обходит груды мертвецов. Осматривает долый горный склон. Отысканы имберанжи, отон. Затем Жирин, Жири, собрат его. Списи Витсанцы и Сыдук Самсон. Жирар из Руси Ильона, Перси Дой. Унес он их останки чередом. К Турпену с ними возвратился вновь. У ног его сложил тело бойцов. Не мог сдержать архиепископ слез. Благословил соратников рукой. И молвил. Вас сгубил злосчастный бой. Да упокоит ваши души Бог. В раю небесном меж святых цветов. И я умру, уже не долог срок. Мне Карла увидать не суждено. Вновь по полю Роланд побрел один. Увидел. Побратим его лежит. Он поднял Оливье, прижал к груди. Отнес к Турпену, на зиме пустил. С другими рядом положил на щит. Прилат крестом всех пэров осенил. А граф Роланд еще сильнее скорбит. Он молвит. Оливье, мой побратим. Тебя Марк граф Риньи на свет родил. Был он долин рунерских властелин. Щит расколоть, копье переломить. Списивцу дать урок и страх внушить. Наставить тех, кто честен и не лжев. Злодея покарать и поразить. Не мог никто на свете так, как ты. Увидел граф, что пэров больше нет. Что умер друг любимой Оливье. Скорбит и льет он слезы из очей. Весь побледнел, меняется в лице. Потом от скорби ослабил в конец. Без памяти простерся на земле. Беда. Умрет барон, сказал Турпин. Турпин увидел, чувств лишился граф. Ни разу так прилат не горевал. Рукой он нащупал Олифан. Со склона ключ сбегает вронь Севаль. Решил Турпин напиться графу дать. Встает он, чтоб добраться до ключа. Но стоит каждый шаг ему труда. Немало крови потерял прилат. Шатаясь, он прошел один Орпан. Сознание утратил и упал. В мучениях предсмертных ждет конца. Меж тем Роланд пришел в сознание вновь. Встал на ноги, но скорбь томит его. На горы и на дол он бросил взор. Спят на траве все перы вечным сном. А подли них лежит Турпин барон. Архиепископ и слуга Христов. Покаялся в грехах совершенных он. И обе руки к небесам простер. Моля, чтоб в рай впустил его Господь. Почил Турпин, кого любил король. Служил он Карлу словом и мечом. Розить неверных был всегда готов. Да не спашлет ему прощение Бог. Увидел граф, Турпин повержен наземь. Из тела внутренности выпадают. Сочится мозг, течет на лоб из раны. А на груди, промеж ключиц прелата. Белеют руки, сложены крест на крест. Блюдья родной обычай, граф восплакал. А рыцарь славный и рождением знатный. Да смилуется царь небес над вами. Вам со времен апостолов нет равных. В служении нашей вере христианской. В умении заблудшего наставить. Пусть вашу душу Бог от мук избавит. Пред нею распахнет ворота рая. Почуял граф, что смерть его близка. Что мозг ушами начал вытекать. За Перов молит Бога он сперва. А после, Гавриила за себя. Чтоб не покрыл его посмертно срам. Схватил он Алифан и Дюрандель. И углубился в землю Басурман. Намного дальше, чем летит стрела. Два дерева там вниз глядят с холма. Четыре глыбы мраморных лежат. Граф на траву, недвижимый, упал. Лишился чувств, встречает смертный час. Хребет высок, и высоки деревья. Четыре глыбы мраморные блещут. Граф на траве простерся без движения. Давно следит за ним один неверный. Прикинулся он мертвым, лег на землю. Испачкал кровью и лицо, и тело. К Роланду он кидается поспешно. Смел этот нехрист и могуч сложением. Объят смертельной злобою и спесью. Он молвит, тронув графские доспехи. Племянник Карла побежден в сражении. Сей меч со мной в Аравию уедет. Роланд открыл глаза при этой речи. Почуял граф, что нет при нем меча. Открыл глаза, а рабу так сказал. Сдается мне, что родом ты не наш. Взял он свой неразлучный олифан. Ударил мавра в золотой шишак. Пробил и шлем, и голову врага. На землю вышиб из орбит глаза. Труп нехристия свалил к своим ногам. И молвил. Ты рехнулся, подлый мавр. Тебе ли руку на Роланда класть? У всех ты прослывешь за дурака. Жаль, расколол свой рог я об тебя. С него отбил все злато и хрусталь. Почуял граф, что смерть его настигла. Встал на ноги, собрал остаток силы. Идет, хотя в лице и не кровенки. Пред темной глыбой он остановился. По ней ударил десять раз сердито. А камень меч звенит, но не щербится. Граф молвит. Богоматерь, помоги мне. Пора нам, Дюрандель, с тобой проститься. Мне больше ты уже не пригодишься. С тобой мы многих недругов побили. С тобой большие земли покорили. Там Карл седобородой правит ныне. Владеть тобой не должен враг трусливый. Носил тебя вассал неустрашимый. Такого край наш больше не увидит. Бьет граф теперь мечом по глыбе красный. Сталь не щербится, лишь звенит о камень. Он видит, что с клинком ему не сладить. И начинает тихо сокрушаться. Мой светлый Дюрандель, мой меч булатный. Как ты на солнце блещешь и сверкаешь. Ты в Марианском доле дан был Карлу. Тебя вручил ему господний ангел. Чтоб ты достался лучшему вассалу. И Карл меня тобою припоясал. С тобой я покорил Анжу с Британию. С тобой Умен и Пуату я занял. С тобой громил я вольный край Нормандский. С тобой смирил Прованс и Аквитанию. И всю Романию, и страну ломбарцев. С тобой убил фламандцев и баварцев. С тобой ходил к полякам и болгарам. С тобой Царьград принудил Карлу сдаться. С тобой привел к повиновению сексов. Ирландцев, и валийцев, и шотландцев. И данниками Карла сделал англов. С тобою вместе покорил все страны. Где ныне Карл седобородой правит. С тобой расстаться больно мне и жалко. Умру, но не отдам тебя арабам. Спаси нас, боже, от такого срама. Бьет граф Роланд теперь по глобесерой. Немало от нее кусков отсек он. Сталь не щербится, лишь звенит, как прежде. Меч, невредим, отскакивает кверху. Граф видит, все усилия бесполезны. И тихо восклицает в сокрушение. Адюрандль булатный, меч мой светлый. В чью рукоять цветы не встарь я вделал. В ней кровь Василья, зуб Петра нетлиной. Власа Дениса, божья человека. Обрывок рис Марии Преснодовы. Да не послужит сталь твоя неверным. Пусть лишь христианин тобой владеет. Пусть трус тебя вовеки не наденет. С тобой я покорил большие земли. Наш Карл Пышнобородый, их владетель. Он ими правит с пользою и честью. Почуял граф, приходит смерть ему. Холодный пот струится по челу. Идет он под тенистую сосну. Ложится на зеленую траву. Свой меч и рог кладет себе на грудь. К Испании лицо он повернул. Чтоб было видно Карлу Королю. Когда он с войском снова будет тут. Что граф погиб, но победил в бою. В грехах Роланд покаялся Творцу. Ему в залог перчатку протянул. Почуял граф, что кончен век его. К Испании он обратил лицо. Ударил в грудь себя одной рукой. Данис пошлет прощения мне Бог. Мне, кто грешил и в малом и в большом. Со дня, когда я был на свет рожден. Поэта, для меня последний, бой. Граф правую перчатку ввысь вознес. Шлет ангелов за ним с небес Господь. Граф под сосною на холме лежит. К Испании лицо он обратил. Стал вспоминать о подвигах своих. О землях, что когда-то покорил. О милой Франции и о родных. О Карле, ибо тот его вскормил. Он плачет, слезы удержать нет сил. Но помнит о спасении души. Вновь просит отпустить ему грехи. Царю небес, от века чуждой лжи. Кто Лазаря из мертвых воскресил. Кем был от львов избавлен Даниил. Помилуй мою душу и спаси. Прости мне прегрешения мои. Он правую перчатку поднял ввысь. Приил ее архангел Гавриил. Граф головою на плечо паник. И, руки на груди сложив, почил. К нему слетели с неба Херувим. И на водах спаситель Михаил. И Гавриил архангел в помощь им. В рай душу графа понесли они. Роланд скончался, он в раю теперь. Карл Вронсиваль вернулся наконец. Там ни тропинки, ни местечка нет. Где бы ни лежал убитый на земле. Французский иль языческий боец. Где ты, племянник? Молвит Карл в тоске точка. Где вы, архиепископ, Оливия? Жирин и побратим его Жири. Где вы, Атон и смелый Беранже? Ивори и Иван, что милы мне. Где ты, гасконский рыцарь Анжелия? Где дуг Самсон и Ансис Гордец? Старик Жерар из Русильона где? Где перы, коих я оставил здесь? Увы. Ни звука королю в ответ. Карл восклицает. Выси благой творец. Зачем я не был с ними в этот день? Рвет бороду, сдержать не может гнев. Рыдает он, и с ним бароны все. Без чувств там двадцать тысяч человек. Седой Неман скорбит всего сильней. Нет рыцаря и нет барона там. Чтоб в грудь себя не бил и не рыдал. Горюют все о братьях и сынах. О родичах, сеньерах и друзьях. Без чувств от горя многие лежат. Один Неман переборал печаль. И говорит, как истинный вассал. Вон там, в двух льи, не более, от нас. Дорогу тучей пыль заволокла. То во своя сине христи спешат. В догон поскачем, отомстим врагам. Король в ответ. Нет злодеи быстро мчат. Создатель, помоги их покарать. Цвет Франции погиб, то их вина. А то нас же байном он призвал. Милона и Тиба им в помощь дал. Останьтесь долой горы охранять. И тех, кто здесь сподобился конца. Чтоб их ни лев, ни волк не растерзал. Чтоб мертвецов никто не обобрал. Чтоб не коснулась их ничья рука. Пока не возвратимся мы назад. Ответили бароны на приказ. Исполним все, сеньер и государь. Им тысячу бойцов оставил Карл. Карл приказал полкам трубить поход. В погоню он свои войска повел. Арабы убегают от него. Торопятся французы им вдогон. Но видит Карл, темнеет небо свод. На луг зеленый он с коня сошел. Пал на траву лицом, мольбу вознес. Чтоб солнце в небе задержал Господь. День удлинил и отодвинул ночь. И вот услышал ангела король. Тот ангел говорил с ним не впервые. Скачи, король продлится свет дневной. Цвет Франции погиб, то видит Бог. Злодеям ныне ты воздашь за все. Карл ободрился, вновь вскочил в седло. Бог ради Карла чудо совершил. И солнце в небесах остановил. Французы гонят вражей полки. Карл в Вальте на Брине Христе и настиг. И к Сарагосе Сарацин теснит. Его бароны бьют и рубят их. Им отрезают к бегству все пути. Арабы видят. Эбра впереди. Быстрее и глубже не найти реки. И нет на ней ни судна, ни ладьи. Воззвали к тервагану беглецы. Попрыгали в поток, но не спаслись. Доспехи увлекли на дно одних. Те утонули раньше остальных. Других сперва снесло течением вниз. Кто разом захлебнулся, тот счастлив. Простелись с жизнью в муках все враги. Скорбят французы. Граф Роланд погиб. Увидел Карл, что истребил врага. Кто от воды погиб, кто от меча. Несметная добыча им взята. Сошел король прославленный с седла. На землю пал и восхвалил творца. Когда он встал, уже погас закат. Карл молвил. Здесь мы сделаем привал. Вернуться в Ронсиваль мешает мрак. Да и коням не худо отдых дать. Их разну сдать и расседлать пора. Пускай всю ночь пасутся на лугах. Французы говорят. Король наш прав. Остановился наш король на отдых. Разбили стан французы в чистом поле. Со скакунов усталых сняли седла. Уздечки золотые сняли тоже. Пускай идут пастись на луг зеленый. Коль не нашлось для них иного корма. Уснули прямо на земле бароны. Забыли даже выставить дозорных. Вот на лугу лег император спать. Его копье большое, в головах. В доспехах он остался до утра. Броня на нем, блестяще и бело. Сверкает золотой его шишак. Меч Жуаес свисает вдоль бедра. Он за день цвет меняет 30 раз. Кто не слыхал про острие копье. Пронзившие распятого Христа. Теперь тем острием владеет Карл. Его он вправил в рукоять меча. В честь столь большой святыни свой Булат. Он Жуаезом, радостным, назвал. Тот меч французам памятен всегда. Недаром кличь их броны, Манжуа. Недаром их никто не побеждал. Сияет месяц, и прозрачно ночь. Горю это племянник и король. И графа Оливье жалеет он. И пэров, и других своих бойцов. Чьи трупы полнят ронь севальский дол. Рыдает он, сдержать не может слез. И молится, чтоб их простил Господь. Но утомил тяжелый день его. Он обессилел и впадает в сон. Лежат французы на поле пластом. Свалились даже скакуны их с ног. Траву жуют, а встать не могут вновь. Да, тот учен, кто выучен бедой. Уснул король, смертельно он устал. Но Гавриила бог к нему послал. Чтоб тот его оберегал от зла. Архангел встал у Карла в головах. И в вещем с ней явил его очам. Бой, что должны французы будут дать. А это, грозный и тревожный знак. Взор император поднял к небесам. Лютуют там морозы, ветры, град. Свирепствуют там бури и гроза. Там молнии огнем слепят глаза. И прыщут на французские войска. Сжигает пламя древки пикдотла. Шипы златые плавят на щитах. Копьё ломает у бойца в руках. Корабит сталь брони и шишака. С французами стряслась к тому ж беда. Кидаются на них медведь и барс. Шлет змей, драконов, василисков ад. И 30 тысяч хищных грифов мчат. Хотят баронов Карла растерзать. Карл слышит крик. На помощь, государь. Скорбит король. Ему вассалов жаль. На выручку он селится бежать. Но видит пред собой большого льва. Из леса зверь выходит, зол и яр. На короля бросается, рыча. С чудовищем вступает в битву Карл. Не знает он, чем кончится борьба. Но крепко спит, открыть не может глаз. Карл новый сон узрел за первым вслед. Он в ахине своем, пред ним медведь. На цепь двойную им посажен зверь. А 30 подбегают от Орден. И говорят на языке людей. Снимите, государь, с медведя цепь. Не по закону взят он вами в плен. Мы родича не отдадим на смерть. Но из дворца проворный пес приспел. Схватился с самым сильным из зверей. И покатился с ним по мураве. Жестокий бой меж ними закипел. Но Карл не знает, кто одержит верх. Все это ангел дал ему узреть. Но спит король, проснуться мочи нет. Марсилий возвратился в Сарагосу. В тени оливы с лошади сошел он. Свой меч, шишак и панцирь слугам отдал. Обезображен, на траве простерся. Лишился правой он руки по локоть. Лежит без чувств, теряет крови много. Вопит его супруга Брамимонда. Над ним рыдает и от скорби стонет. Вопят с ней двадцать тысяч царя дворцев. Клянут Владыку Франции жестоко. Стоял там опален, их идол, в гроте. Они к нему бегут, его поносят. За что ты, злобный бог, нас опозорил. И короля на поругание бросил. Ты верных слуг вознаграждаешь плохо. Они сорвались и дала корону. Потом его подвесили к колонне. Потом свалили и топтали долго. Пока он не распался на кусочки. Карбун-колстер вагана ими сорван. А Магомед повален в ров глубокий. Его там псы грызут и свиньи глажут. Король Марсилий вновь пришел в сознание. Снести себя велит он слугам в спальню. Где свод и стены роспись украшает. Его супруга Брамимонда плачет. Рвет волосы, зовет себя несчастной. В отчаянии громко восклицает. Асарагоса, стольный град арабов. Твой славный властелин тобой утрачен. Изменники и трусы боги наши. Покинут ими он на поле брани. Спасти нас лишь и мир отныне властен. Позор ему, коли он за нас не встанет. Не сломит этих христиан бесстрашных. Пышнобородый Карл, их император. Всегда был сумасброден и отважен. От битвы сроду он не уклонялся. Жаль, что убить его, не в силах наших. Великий император и король. Семь долгих лет в Испании провел. В ней взял все города, все замки снес. Марсилия поверг в Испуг большой. Войны еще не минул первый год. Как в Вавилон Марсилий шлет послов. Там был эмиром Болиган Седой. Вергилия с Гомером старше он. Писал король, чтоб спас эмир его. А если тот на помощь не придет. Он отречется от своих богов. И перейдет в Святой Христов закон. И с Карлом дело кончит мировой. Войска эмир собрать не сразу смог. Ведь сорок стран он держит под рукой. Он долго снаряжал могучий флот. Галеры и барж огромное число. Александрия, порт его морской. Там выждал он прибытия всех судов. Лишь в мае, первой летнюю порой. Он отплыл во главе своих полков. Языческие полчища несметны. Гребут они, по ветру парус держат. На мачтах и на самых верхних рэах. Карбункулы и фонари алеют. Залито море их слепящим светом. И в полночь вид его великолепен. Вот впереди встает испанский берег. От судовых огней он весь зарделся. К Марсилию о том пришло известие. Флот болигана не встает на отдых. Из моря входит разом в пресноводье. Минует и марбрезу и марброзу. Поэбра вверх плывет без остановки. Карбункулам и фонарям нет щита. Озыренно слепящим светом полночь. К утру суда достигли сарагосы. Сияет день, и солнце взор слепит. На берег сходит болиган с ладьи. Направо от него, эспанели. Семнадцать королей идут за ним. А герцогов и графов честь нет сил. Под лавром, на густой траве, в тени. Ковер парчевый, цветом бел, лежит. Слоновой кости трон на нем стоит. Восил на трон языческий эмир. В круг трона встать велит он остальным. Все слушают, а он им говорит. Вот что скажу я, ленники мои. Отныне Карл, французов властелин. Куска не съест, коль мы не разрешим. Испанию войной он разорил. Во Францию ему приду я мстить. Не дам ему вздохнуть, покуда жив. Коль не захочет сдаться, он погиб. И снял перчатку с правой он руки. Эмир сказал, и слово сдержит он. За все благо, что создал в мире бог. Нахен не отменит он поход. Соратники одобрили его. К себе двоих баронов он зовет. Один был Кларифон, Клариен, другой. На свет родил вас Мальтроен король. Он встать бывал не раз моим послом. Скачите в Сарагосу во всю мочь. Марсилию скажите. Прибыл флот. С французами схватиться я готов. Коль с ними встречусь, будет бой жесток. Я дам мою перчатку вам с собой. Ему наденьте на руку ее. Вручите жезл вот этот золотой. Пусть утвердится он в правах придет. И на французов гряну я войной. Коль Карл передо мною не падет. Коль не отринит он Христов в закон. Корону я с него шибу мечом. Арабы молвят. Мудру нас сеньер. Бароны, в путь. Воскликнул болиган. Жезлы перчатку я вручаю вам. Послы в ответ. Мы едем, государь. Они поспешно в Сарагосу мчат. Минуют десять врат и три моста. По улицам летят меж горожан. Но в верхний город въехали едва. Как слышат станы вопли у дворца. Там собралась язычников толпа. Рыдают все, клянут богов, кричат. Да изгинут Магомед, и Терваган. И опален, что погубили нас. Куда деваться нам, куда бежать. Постигли нас беда и вечный срам. Наш властелин Марсилий жив едва. Кисть правую отсек ему Роланд. Пал белокурый журфали вчера. Испанская земля в руках врага. Послушали послы, сошли с седла. С коней послы в тени оливы сходят. Двум слугам-маврам отдают по воде. Один берет рукой за плащ другого. Идут они по лестнице дворцовой. Вступают в спальню короля, под своды. Дурной привет учтиво произносят. Пусть Магомед Всесильный, в чьей мы власти. И терваган, и опален наш грозный. От бед избавят короля с женою. Вздор вы сказали, молвит Брамимонда. Изменники и трусы наши боги. Нам вронь севали не пришли на помощь. В бою не защитили наши войска. Не сохранили моего сеньера. Проститься с правой кистью был он должен. Отрублена она Роландом гордым. Весь край испанский Карл захватит скоро. Что делать мне, несчастной и бездольной? Как жаль, что не убита до сих пор я. Уймитесь, госпожа. Сказал Кларьен. От болигана принесли мы весть. Он с войском к вам на выручку приспел. Шлет королю перчатку он и жезл. Поднялся флот его по Эбра вверх. У нас четыре тысячи галер. А Барш, Ладий, Фелюк, не перечесть. Эмир наш и могуществен и смел. Отыщет Карла он в его земле. Убьет или принудит сдаться в плен. Так Брамимонда говорит в ответ. Французов может он найти и здесь. Они воюют против нас семь лет. Их император, доблестный боец. Его не испугает даже смерть. Пред ним дитя любой из королей. С ним ни один не сладит человек. Марсилий молвил. Помолчи, жена. Ко мне им подобает речь держать. Вы видите, послы, я жду конца. Мне некому владения завещать. Имел я сына, но вчера он пал. Пусть мой сеньер Эмир придет сюда. Я признаю, что я его вассал. Коль хочет, пусть возьмет себе мой край. Но только от врага избавит нас. Я дам ему совет, как воевать. Так, чтоб за месяц был разгромлен Карл. А вот ключи от Сарагосов вам. Чтобы во всем мне верил Болиган. Послы в ответ. Вы мудры, государь. Послам Марсилий молвил. Император. Разбил моих людей, страну разграбил. Взял и разрушил города и замки. Теперь он с войском стал Эбрастаном. Семь миль отсюда до него, не дальше. Пускай Эмир спешит туда с полками. И нанесет там поражение Карлу. Дал он ключи от города посланцам. Отвесили они поклон прощальный. Расстались с ним, помчались в путь обратный. Послы вскочили на коней своих. В тревоге к Болигану понеслись. Приехали туда, где ждал Эмир. От Сарагосы подали ключи. Что вы видали? Он послов спросил. Что ж короля ко мне не привезли? Кларьен в ответ. Он при смерти лежит. Вчера французы по ущельям шли. Во Францию вел император их. Он арьергард надежный отрядил. Там граф Роланд, его племянник, был. И все 12 пэров вместе с ним. И 20 тысяч рыцарей лихих. Король Марсилий с ними в бой вступил. Он и Роланд в сражении сошлись. Роландов меч Марсилия настиг. И правой кисти короля лишил. Граф и его наследника убил. И рать арабов стер с лица земли. Марсилий бегством должен был спастись. Карл Кебра по его следам спешит. Король велел о помощи просить. Испанию он вам отдать сулит. Задумался Эмир, челом паник. Чуть не лишился разума стаски. Сказал Кларьен Эмиру. Государь. Был в Ронсивале сильный бой вчера. Погибли у французов граф Роланд. 12 пэров, коих любит Карл. И вся 20 тысячная рать. Король лишился правой кисти там. Карл вышел Кебра по его следам. У мавров нет ни одного бойца. Кто уцелел в бою, погиб в волнах. Французы у реки разбили стан. Теперь рукой подать от них до нас. И вам легко закрыть им путь назад. Сверкнул глазами грозно Болиган. Возликовал, услышав речь посла. С престола поднялся и приказал. Бароны, пусть покинет рать суда. Все на коней. Довольно медлить вам. Коль не успеет старый Карл бежать. Ему я отомщу за короля. За кисть его он голову отдаст. С судов арабы на берег сошли. Седлают мулов и коней своих. И скачут в путь, что ж больше делать им. Эмир в поход дружины проводил. И другу же Мальфену говорит. Ты подначил возьмешь мои полки. Сам Болиган от войска отдельно мчит. Летят четыре герцога за ним. Вот в Сарагосу прибыли они. К крыльцу подъехал, слез с коня Эмир. Ему четыре графа помогли. К нему сбегает Брамимонда вниз. На мраморных ступенях голосит. Увы мне, повелитель мой погиб. И падает пред Болиганом Ниц. Эмир ей помогает встать с земли. Идет наверх и вместе с ней скорбит. Король увидел, входит Болиган. Двум слугам Сарацы нам приказал. Приподнимите вы меня слегка. Он в левом кулаке перчатку сжал. И молвил так. Сеньер и государь. Владения мои, и весь мой край. И Сарагосу я вручаю вам. Я и себя и рать сгубил вчера. Эмир ему ответил. Мне вас жаль. Но медлить тут я не могу никак. Ведь Карл уйдет, меня не станет ждать. Перчатку жвашу я приму от вас. Покой Эмир покинул весь в слезах. По лестнице спустился до крыльца. Сел на коня, догнал свои войска. Вперед помчался, во главе их встал. Бросает то и дело клич полкам. Вперед. Французы не уйдут от нас. Чуть день взошел и небо озарилось. Проснулся Карл, французов повелитель. И Гавриил, сон короля хранивший. Благословил его своей десницей. Доспехи снял с себя король великий. Бароны вслед за ним разоружились. И поскакало войско торопливо. По тропам и дорогам в путь неблизкий. Взглянуть на тех, кто пали и погибли. В день злополучной Ронсивальской битвы. Карл прискакал обратно в Ронсиваль. При виде мертвых горько зарыдал. Французам молвил. Не спешите так. Я впереди теперь поеду сам. Племянника хочу я отыскать. Раз в Ахине я Новый год встречал. Немало собралось баронов там. И каждый похвалялся тем, что храбр. А мой племянник граф Роланд сказал. Что, коль придется на чужбине пасть. Он будет впереди своих лежать. Спиной к отчизне и лицом к врагам. Как победитель даже в смертный час. Отстала свита на бросок копья. На холм искать Роланда едет Карл. Карл стал искать Роланда на холме. Там у травы не зелен, красен цвет. А леет кровь французская на ней. Заплакал Карл, не плакать мочи нет. Три глыбы он меж двух деревьев узрел. На них увидел Дюранда ля след. Близ них нашел племянника в траве. Как мог король всем сердцем не скорбить. Он спешился там, где лежал мертвец. Покойника прижал к груди своей. И с ним без чувств простерся на земле. Король пришел в сознание опять. Неман и Асилен, гасконский граф. Брат Жофруа Тьери и Жофруа. Снести его под сень сосны спешат. Увидел Карл, лежит пред ним Роланд. Оплакивать племянника он стал. Пусть, друг Роланд, Господь простит тебя. Тебе не будет равных никогда. В искусстве бой вести и побеждать. Кто отстоит честь Карла от врага. И вновь король без чувств и сил упал. Король наш Карл пришел в сознание вновь. Бароны держат на руках его. Племянника он видит пред собой. Тот с виду цел, но побелел лицом. Глаза его потухли, мутен взор. Стал наш король тужить над мертвецом. Да впустит в рай тебя, Роланд, Господь. Тебе даст место средь святых цветов. Себе на горе ты сюда пришел. Мне о тебе теперь скорбить по гроб. Лишусь я славы и утрачу мощь. Кто отстоит честь Карла от врагов. Мой лучший друг расстался здесь со мной. Нет средь моей родни таких бойцов. Рвет волосы в отчаянии король. Стотысячная рать скорбит кругом. Не в силах слезы удержать никто. А друг Роланд, когда явла не буду. Когда опять увижу край французский. Из многих стран пришельцы соберутся. И спросят, почему ты не вернулся. А я скажу. В Испании он умер. Мне королевством будет править трудно. Скоро тебе всю кровь мою и сушит. Роланд, мой друг, цвет молодости смелой. Когда я буду в Ахинской капелле. Придет туда народ послушать вести. И горестно я обявлю пришельцам. Погиб Роланд, стяживший мне победы. Мы в страхе сексов больше не удержим. Пойдут теперь на нас болгары, венгры. Восстанут Рим, Апулия, Палерма. И Калифорн, и африканцы негры. День каждый будет приносить мне беды. За кем пойдут мои полки в сражение? Коль нет того, кто шел пред ними первым. А Франция, как ты осиротила. Так горько мне, что рад я был бы смерти. Рвет бороду король, скорбит безмерно. Рвет волосы седые в сокрушение. Статысичная рать с ним плачет вместе. Увы, ты жизни, друг Роланд, лишился. Пусть рай отверзнет пред тобой спаситель. Для Франции позор твоя кончина. Я так скорблю, что не в охоту жить мне. Мои бойцы из-за меня погибли. Царю небесный, сын святой Марии. Пусть не вступлю я вновь в ущелье Сизы. Пусть раньше плоть мою мой дух покинет. Чтоб с душами их воссоединиться. Пусть здесь меня схоронят рядом с ними. Рвет бороду седую Карл Великий. И говорит Неман. Скорбит властитель. Анжуэц Жофруа сказал. Синьер. Умереть постарайтесь вашу скорбь. Пусть сыщут христиан меж мертвецов. Всех наших, кто арабами сражен. И приготовят погребальный ров. Король ответил. Затрубит и врог. Врог Жофруа Анжуйский затрубил. По слову Карла спешились полки. Средь мертвецов нашли друзей своих. Тело в могилу общую снесли. Немало с войском шло духовных лиц. Епископов, аббатов и других. Они, свершив заупокойный чин. Усопшим отпустили все грехи. И обкурили фимиомом их. И с превеликой честью погребли. Что делать, их с собой не увезти. Лишь трех бойцов в земле не предал Карл. То были Оливье, Турпин, Роланд. Им грудь расы чвелел он пополам. Извлечь и в шелк закутать их сердце. Зашить валенью кожу их тела. Везти домой в трех мраморных гробах. Но до того, как положить туда. Обмыть настоем перца и вина. Тиба и же бой накликнул Карл. Милона и Атона подозвал. Везите мертвецов на трех возах. Ковром восточным их накрыв сперва. Путь к Франции направил Карл Великий. Как вдруг разъезд языческий увидел. Вот два гонца от мавров отделились. Приносят Карлу вызов от Эмира. Вам не уйти от нас, король спесивый. Наш болиган повсюду вас настигнет. С несметным войском он сюда явился. Посмотрим, впрямь ли вы не устрашимы. Король рукой за бороду схватился. Припомнил всех, кто пали и погибли. Окинул войско взором гордолевым. И громким, звучным голосом воскликнул. В седло, бароны. Приготовьтесь к битве. Карл первым стал изготовляться к бою. Шлем завязал, надел свой панцирь добрый. И бедра припоясал жуаезом. Мечом, блестящим, словно в полдень солнце. На шею он повесил щит геронский. Схватил копье, потряс его рукой. Сел на коня лихого танцандера. Что добыл он у брода под марсоной. Где им убит был Мальпалин Нарбонский. Он отпустил узду, пришпорил лошадь. Мчит сквозь тридцатитысячное войско. Взывает. С нами Бог и Петр Апостол. Сто тысяч человек по знаку Карла. Сошли с коней, доспехи надевают. Как хороши бойцы в наряде бронам. Как остро их оружие, кони статны. Как ловко вновь они в седло садятся. Ответят на удар они ударом. Значок скопья до шишака свисает. Отрадно Карлу видеть их отвагу. Он молвит Джазерану из Прованса. Неману и Ансельму, графу Майнца. Могу ль не верить я в таких вассалов. Тот глуп, кто с ними убоится мавров. Коль не Христе сойтись посмеют с нами. За смерть Роланда мне они заплатят. Неман ответил. Дай нам бог удачи. Рабеля с Генеманом Карл призвал. И молвил. Тем вы станете для нас. Чем были Оливье и граф Роланд. Я меч и олифан вручаю вам. Полк головной возьмите подначил. Я первыми пошлю вас на врага. Пятнадцать тысяч юношей вам дам. Да столько же прикроют с тылу в вас. Ведут их же бойны с ним Лоран. И вот уже Неман и Джазеран. Построили два первые полка. Коль на не грянет бой, он будет яр. В передних двух полках, одни французы. За ними третий выстроился тут же. Он весь составлен из баварцев дюжих. Их ровным счетом двадцать тысяч будет. В бою они не дрогнут и не струсят. Так мило сердцу Карла эти люди. Что лишь французов больше их он любит. Их вождь, ажедачанин, граф могучий. Бойцы такие поля не уступят. Уже готовы три полка к сражению. Неман четвертый выстроил поспешно. Из воинов могучих и отменных. Живущих в дальних алиманских землях. Их двадцать тысяч в том полку, не меньше. Доспехи их надежны, кони резвы. Они умрут, а верх в бою одержат. Ведет их в бой Эрман, фракейский герцог. Погибнет он скорее, чем арабеет. Неман и Жазеран прованские с ним. Бойцов норманских в пятый полк свели. В нем двадцать тысяч воинов лихих. Прочные их брони, резвы скакуны. Их можно перебить, нельзя пленить. Никто не равен вратным поле им. Идут с Ришаром Старым в бой они. Копьем отважно будет он разить. Бретонцы составляют полк шестой. Их ровно тридцать тысяч набралось. Мчат на конях они во весь опор. Пары царски вздымают вверх копье. Велел Адон, бретонцы в тех сеньер. Чтоб подначил их взяли Невеллон. Тиба из Римса и Марк Граф Атон. Он молвил им. Мой полк ведите в бой. Уж шесть полков у Карла вышло в поле. Седьмой, Неман, баварский герцог, строит. Из Пуату Савернью в нем бароны. Всего их наберется тысяч сорок. Надежны их доспехи резвы кони. Стоит тот полк от остальных поодаль. Король бойцов благословил рукою. Их Жазерану и Гафсельму отдал. В восьмой по счету полк Неман зачислил. Фламандские и фрисские дружины. Бойцов в восьмом полку за сорок тысяч. В бою они всегда неустрашимы. Король сказал. Побьем врага с такими. Тот полк Римбо с Аманом Галисейским. На Сарацин бесстрашно нынче двинут. Отряд девятый Жазеран с Неманом. Составили из воинов отборных. Из лотарингцев и бургунцев рослых. Людей в нем тысяч пятьдесят и более. Подвязаны их шлемы, блещут брони. Сверкают острее коротких копий. Коль с поля враг не убежит без боя. Они ему дадут отпор жестокий. Тьери, аргонский герцог, их предводит. Составлен из французов полк десятый. А в нем сто тысяч доблестных вассалов. Крепкие их руки и горда осанка. Сед головой и бородой у каждой. На всех двойные панцири и латы. При каждом меч французский или испанский. При каждом крепкий щит с особым знаком. Вот, Манжуа. Их ратный клич раздался. Ведут их на арабов император. Ижофруа анжуйский с арифламой. То, стяг Петра. Он прежде, римским, звался. А ныне, Манжуа, ему название. Король наш Карл сошел на луг с седла. На мураву лицом к востоку пал. Глаза возвел с надеждой к небесам. Смиренно молит господа Христа. Защитаю нам будь, спаситель наш. Всеправедный наш бог, и он не всталь. В китовом череве не дал ты пропасть. От гибели ты не Невию спас. Ты, Даниила, вызволил из рва. Где пищей львам пророк был должен стать. Трех отроков и сторг ты из огня. Простри жены не надо мною длань. Будь милостив ко мне и в этот раз. За смерть Роланда дай отмстить врагам. Молитву сотворил король и встал. Грудь осенил он знамением креста. Сел на коня, вдел ноги в стремена. Держали их Неман и Жазеран. Копье схватил и щит привесил Карл. Как он могуч, истроен, и удал. А санист телом и красив с лица. Никто его не выбьет из седла. В тылу и впереди труба-трога. Но вот покрыл все звуки Олифан. И о Роланде зарыдала рать. На бой наш император гордо скачет. Он бороду поверх брони спускает. Весь полк в сто тысяч так же поступает. Теперь узнать француза можно сразу. Минует рать холмы, минует скалы. Мчит по долинам и ущельям мрачным. На склон из гор безлюдных вылетает. И вот она опять в стране испанской. И вот привалом на равнине стало. Меж тем разъезд вернулся в стан арабский. Идет один сириец к болигану. Синьер, узрели мы спесивца Карла. Могучий и верный его вассалы. Вам битва предстоит, вооружайтесь. Эмир ответил. Вижу, ты отважен. Труби ты, чтобы рать обои знала. Стан барабанной дропью оглашен. Рогов и труп несется звонкий зов. Рать спешилась и снарядилась в бой. И сам Эмир не отстает от войск. Он в золоченый панцирь грудь облег. Надел шишак с носичкой золотой. На левый бок привесил свой клинок. Эмир ему название изобрел. Про Жоаес, меч Карла, слышал он. И потому присьезом меч нарек. Таков же бронный клич его бойцов. Когда они врагу дают отпор. Эмир надел на шею щит большой. Из золота на вершье у него. Ремень прострочен шелковой тосьмой. Берет Эмир Мальти, свое копье. Не древко у тога копья, ослоб. А наконечник мол связит с трудом. Садится ловко болиган в седло. Марк Ользаморский и стремя подает. Меж пят Эмира, футов пять с лихвой. Он в бедрах узок, а в плечах широк. В груди могуч, надевавесь сложен. Взор у него и ясен и остер. Он волосом курчав и горд лицом. Бел головой, как яблоня весной. Известен он отвагой боевой. Верен в Христа, вот был бы славный вождь. Коня он шпорит так, что брызжет кровь. Одним прыжком перелетает ров. Хоть футов пятьдесят и будет в нем. Арабы молвят. Вот боец лихой. Французам до такого далеко. Кто бы ни схватился с ним, он верх возьмет. Безумен Карл, что с поля не ушел. Эмир на вид был доблестный боец. Он бородою яблони белей. Меж Мавров славен мудростью своей. На поле битвы горделев и смел. А сын его Мальприм, второй отец. Во всем блюдит он славных предков честь. Отцу он молвит. Скачем в бой скорей. Чтоб Карл уйти обратно не успел. Ответил Болиган. Нет, он храбрец. О нем не зря сложили столько жест. Но с ним Роланда больше нет теперь. И он над нами взять не сможет верх. Любезный сын Мальприм, Эмир сказал. Вчера погибли славный граф Роланд. И Оливье, что именитый храбр. И перы, коих Карл любил всегда. И с ними в 20 тысяч копий рать. За тех, кто жив, перчатки я не дам. Сомнения нет, вернулся Карл назад. Сириец из Розиздам не сказал. Что рать разбил на 10 полчищ Карл. Мчат впереди два смелые бойца. Трубят они в трубу и в Олифан. Ведут 15 тысяч христиан. Из юношей составлен тот отряд. Детьми своими Карл их любит звать. Розить они жестоко будут нас. Мальприм ему. Дозволь мне бой начать. Любезный сын Мальприм, Эмир в ответ. Я так и поступлю, как ты хотел. Иди и христиан нещадно бей. Пойдут с тобой перс, король Торли. И да памор, князь лютических земель. Знай, если ты сопи ешь с французов спись. В Лен дам тебе я часть страны моей. От Кайруана и по Маракеш. Мальприм сказал. Благодарю, отец. И принял во владение удел. Король Флори в то время им владел. Увы, Мальприму не пришлось вовек. Тот Лен узреть и там на трон восесть. Эмир спешит объехать ратный строй. За ним наследник, ростом он высок. Аперсторли и лютич да памор. Выводит рать из тридцати полков. Людей в них столько, что и не сочтешь. В слабейшем тысяч пятьдесят бойцов. Полк первый, ботентроцы на подбор. Набрал эмир Мэйсинов во второй. Люд этот волосад, больше голов. Щетины весь, как кабаны, зарос. Нубийцев, русов в третий полк он свел. Барусов и славян, в четвертый полк. Соробы, сербы, пятый полк его. Берут армян и мавров в полк шестой. Иерихонских жителей в седьмой. Из черных негров состоит восьмой. Из курдов, полк девятый целиком. В десятом, из болиды злой народ. Возвысил голос болиган седой. Клянется плотью Магомета он. Ума лишился, видно, Карл король. Коль рать его отважится на бой. Заплатит нам за это он венцом. За десятью полками, новых десять. Набрали в первые мерзких хананиев. Далекого вольфонта населения. В другой свели всех турок, персов, в третий. В четвертый, орды диких печеньегов. А в пятый, и аваров и сольтернцев. В шестой, армян и угличей свирепых. В седьмом отряде, Самуила племя. В восьмом с девятым, пруссы и славянцы. В десятом, люд из Оксианской степи. Проклятый род, что в господа не верит. Не видел мир отявлений злодеев. Их кожа, как железо, отвердила. Им не нужны ни панцири, ни шлемы. Жестокие и хитрые они в сражении. За десятью полками, десять новых. Полк первый, исполинские мальпросцы. Второй, из гуннов, в третьем, венгров толпы. В четвертом, люд бальдисы отдаленной. Полк пятый состоит из вальпеносцев. Шестой, из иглей и бойцов Марозы. Из львов полк седьмой и отремонцев. В трех остальных, аргайльцы и кларбанцы. И, наконец, бородачи вальфранцы. Народ, который ненавистен богу. Полков там было тридцать ровным счетом. Об этом нам, деяния франков, молвят. Под звуки трупа рабы скачут гордо. Могучий мир и храбростью известен. Несут пред ним хоругв с драконом в сечу. Из тяги тервагана с Магометом. И опаленного изображения. Вокруг него горцуют хананеи. Их голоса разносятся далече. Кто от богов ждет помощи в сражении. Тот помолится должен им смиренно. Арабы устремляют взоры в землю. Склоняют головы в блестящих шлемах. Французы им кричат. Готовьтесь к смерти. Сегодня вам не избежать возмездия. Храни, создатель, Карла от неверных. И не спошли ему в бою победу. Премудрый светел разумом и мир. Он двум вождям и сыну говорит. Бароны, ваше место, впереди. Вы поведете в бой мои полки. Но я себе оставлю лучших три. Армян отважных, турок удалых. Мальпросский полк, где каждый, исполин. Даоксианский полк добавлю к ним. Мы Карла и французов разгромим. Коль с поля он посмеет не уйти. То головы спесивцу не сносить. Вполне он эту участь заслужил. Войска несметны, и полки прекрасны. На ровном месте в бой они вступают. Нет там ни гор, ни леса, ни оврага. Насквозь друг друга видят обе рати. Эмир кричит. За мною, род проклятый. Все на коня и битву начинайте. Несет амбор из Алафер на знамя. Звучит, пресьез. Военный клич арабов. Французы отвечают. Смерть поганым. И, манжуа, в лицо бросают маврам. Трубят все трубы в войске христианском. Но Алифан все звуки заглушает. Враги вопят. Отважны люди Карла. Бой предстоит нам долгий и ужасный. Равнина широка, простор безмерен. На шлемах золотых горят каменья. Щиты и брони нестерпимо блещут. Значки на древках копий гордо реют. И трубы оглашают всю окрестность. Но Алифан всех труб звончей и рещи. К эмиру призывают канабия. Он брат его и правит Флоридеей. Да в Альсевре он землями владеет. На войско Карла брат укажет не христь. Взгляните, сколько во французах спеси. Как Карл на нас бросает взоры дерзко. Ведет он полк бородачей в сражение. Их бороды торчат поверх доспехов. Как свежий снег на льду, их кудри белы. Мечи у них остры, а копья метки. Жестокая нас ожидает сеча. Подобное ей не видел мир вовеки. От строя дальше болига натехал. Чем дальше долетит обструганная ветка. К дружинам обратился с краткой речью. Я проложу вам путь, за мной, смелее. Затем эмир потряс копейным древком. На Карла он направил наконечник. Когда эмира Карл узнал в лицо. Узрел дракона, ратный стяг его. И множество языческих полков. Покрывших всю равнину целиком. Коль не считать тот луг, где встал король. Французам крикнул в полный голос он. Бароны, нет средь вас плохих бойцов. Вы все не раз со мной ходили в бой. Пред вами, враг, чей нрав труслив и подл. В чьей вере правды нету ни на грош. Пусть мавров много, что нам до того. Кто смелый в бога верует, за мной точка. Коня он тронул шпарой золотой. Четыре раза прыгнул Тансандр. Вся рать сказала. Вот боец лихой. Мы не покинем вас в бою, сеньер. Сияет солнце, светел яркий день. Прекрасны рати, и полков не счесть. Передние ряды сошлись уже. Граф Генеман и рядом граф Рабель. Бросают повод, гонят вскачь коней. Французы дружно мчатся им во след. Разят копьем, пускают в дело меч. Ауи краткое. Вот граф Рабель, отважный рыцарь, мчит. Коня златый уж порой горячит. Торли, король персидский, встречен им. Ни щит, ни панцирь мавра не спасли. Пронзил его Рабель копьем своим. С седла в кустарник бездыханным шип. Кричат французы. Бог нас сохранит. Прав наш король, и долг велит с ним быть. Князь Лютичий схватился с Генеманом. Но граф его в щит расписной ударил. Пронзил и раздробил на князе панцирь. Вплоть до значка всадил копьё Вараба. Хоть плачь, хоть смейся мёртвым полон назим. Французы, видя это, закричали. Бароны, в бой. Друзья, не отставайте. Прав наш король, они хрести неправы. Вершит над ними нанесут создатель. Вот мчит мальприм на белом скакуне. В ряды французов с ходу он влетел. Удар и сыплет, бьёт что силы есть. Нагромождает груды мёртвых тел. Эмир в тревоге к войску держит речь. Бароны, я вскормил вас с юных лет. Мой сын пробиться к Карлу захотел. Но он один, а христиан не счесть. Бойца смелей я не найду вовек. На выручку, Иль ждёт его конец. Пускают мавры вскачь своих коней. Удар их тяжек, натиск их свиреп. Столь беспощадный бой кипит везде. Что не видал ещё такого свет. Могучи рати, и полки несметны. Они уже вступили все в сражение. Язычники упорны и свирепы. Творец как много сломано доспехов. Изрублено щитов, копейных древков. Взглянуть бы вам, как и медол усеян. Ковыль на нем с утра был свиши зелен. Теперь от крови взмок и побурел он точка. Эмир опять кричит полкам неверных. Вперёд, рубит и христиан смелее. Упорно и ожесточено сеча. Такой ещё не видел мир от века. Одна лишь смерть противников разделит. Эмир к своим язычникам взывает. Розите, чтоб победа нам досталась. Я дам вам женщин, стройных и прекрасных. Уделы и эфэды дам в награду. Арабы молвят. Мы разим отважно. Ломаются их копья от ударов. Берутся за мечи сто тысяч мавров. Сражение и долго и ужасно. Тем бой знаком, кто видел эту схватку. К французам обращает слово Карл. Я вас люблю и доверяю вам. Вы все сражались за меня не раз. Немало мне завоевали стран. В награду вам я все готов отдать. Богатство, земли, самого себя. Отмстите лишь за родичей сполна. За всех, кто в ронсе вали пал вчера. Вы знаете, кто в этой битве прав. Французы молвят. Знаем, государь. Их двадцать тысяч ровным счетом там. Они клянутся именем Христа. Что Карлу будут верны до конца. Летят они с мечами на врага. Шибают мавров копьями с седла. Кровопролитна битва и страшна. Мчит на коне Мальприм по полю боя. Ряды французов беспощадно косит. Неман его окидывает взором. Парыцарский удар ему наносит. Щит Сарацина пробивает с ходу. Копьем ему пронзает панцирь добрый. Его соскакуна свергает мертвым. Средь семисот языческих баронов. Вот канабей, эмира младший брат. Коня ударил шпорами в бока. Свой меч с хрустальной рукоятью сжал. Шлем на немане прорубила сталь. Разрезала с размаху пополам. Все пять ремней на шейных порвало. Под шлемник задержать не мог удар. Клинок расы к его на два куска. Один из них упал к ногам коня. Неману ни за что бы не сдобровать. Но бог помог, не сброшен он с седла. Успел обнять за шею скакуна. Когда бы ударил Мавр еще хоть раз. Дух испустил бы доблестный вассал. Тут подоспел к нему на помощь Карл. Смерть герцогу Неману угрожает. Мавр норовит опять его ударить. Воскликнул Карл. Ты будешь, трус, наказан. И на араба рянулся отважно. Пробил он щит его, к груди прижатый. Прорезала копье на грудник вражей. Пал на земь всадник, а скакун умчился. Почувствовал король большую скорбь. Когда увидел, что в крови Неман. Что на траву бежит она ручьем. Дал герцогу совет разумный он. Скачите без опаски вслед за мной. Противник ваш сражен моим копьем. В злодея крепко я вогнал его. Неман в ответ. Синьер, я видел все. Коль буду жив, вам отслушу с лихвой. Помчались в бой они бок о бок вновь. Вослед, двадцатитысячный их полк. Французы рубят и крушат врагов. Мчит по полю на скакуне мир. Бьет графа Генема на что есть сил. Пронзил копьем прижатый к сердцу щит. Одним ударом панцирь раскрыл. Отсек все ребра от грудной кости. С седла христианина мертвым шип. Лорана с жебойном он сразил. Ришар, сеньер норманцев, им убит. Язычники вопят. Коли, Руби. Присьос от христиан нас охранит. Взглянуть бы вам на войско болигана. На тех аргоэльцев, басков, оксианцев. Не отразимы копии их удары. Но поля наши им не уступают. На землю трупы валятся все чаще. До вечера не утихает схватка. Урон немалый терпят люди Карла. Бой кончится, придется им поплакать. Бьют мавры и французы что есть сил. Их копья разлетаются в куски. Взглянуть бы вам, как там дробят щиты. Услышать бы, как сталь, а сталь звенит. Как в панцире врезаются клинки. Как на земь тот, кто сбит с коня, летит. Как издает он перед смертью крик. Вам этого до гроба не забыть. Сражение в сине и стовей кипит. Вот Аполлина стал и мир молить. И тервагана, Магомета с ним. Я вам служил, кумиры ваши чтил. Из золота я их велю отлить. Лишь помогите Карла победить. Вдруг же Мальфы на миру возвестил. Ему был другом этот цароцин. Синьер, для вас день нынче не счастлив. Пал от руки врага ваш сын Мальприм. И Канабей, ваш брат, в бою погиб. Сразили два христианина их. Карл, мнится мне один из их убийц. Уж больно у него могучий вид. И белоапрельский цвет его седин. Шлем наклонил, услышав весть, эмир. От горя головой на грудь паник. Он так скорбит, что свет ему не мил. Позвать жонгли заморского велит. Воскликнул Болиган, ко мне, жонгли. Вы, мудрый и правдивый человек. Ценил я неизменно ваш совет. Скажите мне, кто должен одолеть? Кто, я или Карл, в бою одержит верх? А тот ответил. Суждена вам смерть. Вас боги ваши не спасут уже. Французы храбры, и король их смел. Таких бойцов не видел я вовек. Но все же бросьте клич, пусть бьются все. Мавр, Оксианец, Турок, Энфр и Перс. Чтобы нас не ждало, медлить смысла нет. Эмир палатом бороду расправил. А набили боярышника в мае. Что бы ни было, он прятаться не станет. Кустам трубу язычник прижимает. Трубит в нее, чтоб слышали все мавры. Мчит по полю и нехристей скликает. Заржали и завыли Оксианцы. Залояли аргайльцы по собачьи. На христиан неистово помчались. Полки их смяли и ряды прорвали. Семь тысяч их убили басурмане. Ажье дачанин сроду не был трусом. Во веки мир бойца не видел лучше. Заметил он, что дрогнули французы. Велел позвать Тьерри Арганца тут же. И Жазерана с Жофруа Анжуйским. И молвил Карлу гордо и разумно. Взгляните, как арабы наших рубят. Пускай венца лишит вас везде сущий. Коль отомстить у вас не хватит духу. Все промолчали. Отвечать нет нужды. Коней бароны шпарят, вскач несутся. Язычников нещадно бьют повсюду. Разят арабов император Карл. Ажье, Неман, Анжуец Жофруа. Что носит императорский штандарт. Особенно Ажье дачанин храбр. Коню он шпары дал, понесся вскачь. Убил того, кто нес с драконом стяг. Ажье Амбора вышиб из седла. Конем хору Гвимира растоптал. Эмир увидел, что дракон упал. Что знамя Магомета, у врага. И понял тут язычник Болиган. Что Карл Великий прав, а он не прав. Поприутихаяла ярость Басурман. Карл вопрошать своих баронов стал. Достаточно ли сил еще у вас? А те в ответ. Не тратьте зря слова. Позор тому, кто не разит с плеча. День миновал, вечерний час подходит. Но меч враги не вкладывают в ножны. Отважны те, кто рати свел для боя. Их ратный клич звучит, как прежде, грозно. Присьос. Кричит Эмир Арабский гордо. Карл, Манжуа, в ответ бросает громко. По голосу один узнал другого. Сошлись они на середине поля. Тот и другой пускают в дело копии. Врагу удар наносят в щит узорный. Его пронзают под навершием толстым. Распарывают на кольчугах полы. Но невредимы остаются оба. Полопались у них подпруги сидел. С коней бойцы свалились на зем боком. Но на ноги вскочили точас ловко. Свои мечи булатные истаргли. Чтоб снова продолжать единоборство. Одна лишь смерть конец ему положит. Отважен милой Франции властитель. Но даже он не устрашит Эмира. Враги мечи стальные обнажили. Бьют по щитам друг друга что есть силы. Навершие, кожа, обручи двойные. Все порвалось, росилось, расскочилось. Теперь бойцы одной броней прикрыты. Клинки из шлемов высекают искры. Не прекратится этот поединок. Пока Эмир иль Карл не повинятся. Эмир воскликнул. Карл, совет увнимли. В вине покайся и проси прощения. Мой сын тобой убит, то мне известно. Ты беззаконно вторгся в эту землю. Но коль меня признаешь сюзереном. Ее получишь вленное владение. Мне это не пристало. Карл ответил. Точка. С неверным я не примирюсь вовеки. Но другом буду я тебе до смерти. Коль ты согласен воспринять крещение. И перейти в святую нашу веру. Эмир ответил. Речь твоя не липа. И вновь мечи оброне зазвенели. Эмир великой силой наделен. Бьет Карла он по голове мечом. Шлем разрубил на короле клинок. Проходит через волосы его. Наносит рану шириной в ладонь. Срывает кожу, оголяет кость. Шатнулся Карл, чуть не свалился с ног. Но не дал одолеть его Господь. К нему послал он Гавриила вновь. И ангел молвил. Что с тобой, король? Король услышал, что промолвил ангел. Забыл о смерти он, забыл о страхе. К нему вернулись разом мощь и память. Мечом французским он врага ударил. Пробил шишак, украшенный богато. Лоб раздробил, разбрызгал мозг араба. До бороды расы к Эмира сталью. Упал язычник, и его не стало. Клич, манжуа, бросает император. Неман, услышав это, к Карлу скачет. И сесть на Тансандера помогает. Бегут арабы. Так судил создатель. Услышал он мольбы французов наших. Бегут арабы. Так судил творец. Карл и бароны мчатся им во след. Король кричит. Вершите суд и месть. Воздайте за родных и за друзей. Вы утром их оплакивали смерть. Да будет так. Гремят полки в ответ. Французы мавров бьют, что силы есть. Удастся лишь немногим уцелить. Зной нестерпим, и пыль столбом клубится. Французы мчат вдогонку сарацинам. На Сарагосу скачут вслед за ними. Меж тем на башню Брамимонда вышла. Стоит она на ней с неверным клиром. А у него и вид богопротивный. И сана нет, и темя не побрита. Победу Карла Королева видит. И восклицает. Магомед, спаси нас. А государь Пресветлый, мы погибли. Пал болиган позорной смертью в битве. Лицо к стене поворотил Марсилий. Заплакал, долу головой склонился. И принял, не раз каянный, кончину. И завладел его душой нечистой. Спасаются арабы, кто как может. Закончил битву Карл победой полной. Повержены ворота Сарагосы. Французы видят. Беззащитен город. Король в столицу Мавров вводит войско. В ней на привал он станет этой ночью. Горд и доволен Карл Седобородой. Ему сдала все башни Брами Монда. Больших десяток, малых за полсотни. Победа с тем, над кем деснется Божья. День миновал, и ночь на землю пала. Луна взошла, и звезды засверкали. Взял город Сарагосу император. Он тысячу баронов посылает. Пусть синагоги жгут, мечети валят. Берут они и ломы, и кувалды. Бьют идолов, кумиры сокрушают. Чтоб колдовства и духу не осталось. Ревнует Карла вере христианской. Велит он воду осветить прилатом. И мавров окрестить в купелях наспех. А если кто на это не согласен. Тех вешать, жечь и убивать нещадно. Насильно крещены сто тысяч мавров. Отсрочку только Брами Монде дали. Пусть в милый край французские едет с Карлом. И добровольной христианкой станет. Ночь миновала, ясный день настал. Все башни в Сарагосе занял Карл. Он тысячу бойцов оставил там. Чтоб город от врага оберегать. Повел король назад свои войска. С собой в дорогу Брами Монду взял. Добра он ей желает, а не зла. В обратный путь идет, ликуя, рать. Нарбана ей ворота отперла. Вот Карл вступил в Бордо, в преславный град. Он золотом наполнил Олифан. Святому Северину даровал. Там пилигримы видят этот дар. Карл переплыл Жеронду на судах. Добле Роланда он сопровождал. И Оливье был отвезен туда. И с ним Турпин, воитель и прилад. В трех мраморных гробах они лежат. Святой Роман хранит их бренный прах. Поручен он Господним именам. Помчался Карл по долам, по горам. До Ахена нигде не отдыхал. Лишь у дворца сошелся Скакуна. Едва король достиг своих палат. Судей велел он отовсюду звать. Шлют их все области и племена. Саксонский, Фриски, Алиманский край. Нормандия, Бургундия, Британь. Мудрейших же, французская страна. Недолго гонял он уж дать суда. Карл прибыл из испанского похода. Вернулся в Ахен, свой престольный город. По лестнице взошел он в зал дворцовый. Был дамой альдой встречен на пороге. Там алвид. Где Роланд, отважный воин? Что клятву дал назвать меня женою? Король фуныне и великой скорби. Рвет бороду свою и плачет горько. Сестра, меня спросили вы о мертвом. Я вам воздам за миною достойной. То, первый мой вассал и сын Людовик. Наследник всех моих земель и трона. Она в ответ. Мне странно это слово. Да не попустят бог с небесным санмом. Чтоб я жила, коль нет Роланда больше. Пред Карлом дама, побледнев, простерлась. Она мертва, помилуя льду, боже. Скорбят они и французские бароны. Она скончалась, нет прекрасной альды. Но мыслит Карл, что дама, без сознания. Над нею, сострадая, он заплакал. Ее приподнял, на ноги поставил. Она к его плечу челом припала. Тут Карл увидел, что она скончалась. За нею четырех графинь прислал он. И тело в женский монастырь отправил. Над нею там всю ночь псалмы читали. Зарыли гроб у алтаря во храме. Большую честь воздал ей император. В престольный Ахен прибыл вновь король. В оковах там изменник Ганеллан. На площади стоит перед дворцом. К столбу привязан дворный Карлаон. Прикручен крепко за руки ремнем. Бьют и бичами и дубьем его. Не заслужил он участи иной. Пускай суда предатель в муках ждет. Написано в одной старинной жести. Что Карл созвал людей из всех уделов. На суд собрал их в Ахинской капелле. Сошлись они в господний праздник светлый. В день Божьего Барона, в день Сильвестров. Дабы воздать по совести и чести. Злодею Ганеллану за измену. Карл привезти велел его немедля. Синьеры и бароны молвил Карл. Вот Ганеллан на суд явился ваш. Со мной он ходил в испанский край. Сгубил двадцатитысячную рать. Из-за него погибли и Роланд. И Оливье, что был учтив и храбр. Он Пэров предал Маврам, деньги взял. Ответил Ганеллан. Не стану лгать. Лишил меня моих сокровищ граф. Вот я Роланду смерти и желал. Нельзя изменно это называть. Бароны молвят. Суд решит, кто прав. Предстал суду и Карлу Ганеллан. Он свеж лицом, на вид и смелый горд. Вот был бы удалец, будь честен он. Бросает на собравшихся он взор. Стоит с ним тридцать родичей его. Суду он громко говорит потом. Бароны, да хранит вас всех Господь. Ходил я с императором в поход. Ему был предан телом и душой. Но на меня Роланд замыслил зло. Ко мне жестокой воспылал враждой. На муки и на казнь меня обрек. Послал меня к Марсилию послом. При всех Роланду вызов брошен мой. Его и пэров вызвал я на бой. Всю нашу ссору видел сам король. Я только мстил, и нет измены в том. Бароны молвят. Суд все разберет. Увидел Ганеллан, что дело плохо. Зовет он тридцать родственников кровных. Один из них над всеми верховодит. То, пенобель, что из саранцы родом. Он на язык остер и ловок в споре. А коль дойдет до боя, воин добрый. Граф молвит. Будьте мне в беде оплотом. Не дайте кончить жизнь на месте лобном. А тот ответил. Ничего не бойтесь. Кто здесь о казни вымолвит хоть слово. С тем тотчас я вступлю в единоборство. И дам отвод оружием приговору. Тут нецпред ним граф Ганеллан простерся. Сошлись на суд бургунцы и баварцы. Французы, пуатвинцы и норманцы. Есть там саксанцы, есть и алиманы. Всех судей и остальных овернцы мягче. Жестокий страх им Пеннабель внушает. Все говорят. Покончим с этой тяжбой. Оставим суд, пойдем попросим Карла. Чтоб Ганеллан удал король по щеду. И тот ему опять слугой устанет. Погиб Роланд и не придет обратно. Не воскресить его сребром или златом. От поединка проку будет мало. Так мыслят все, кто там на суд собрался. Один Тьери, брат Джоффруа, иначе. Вот судьи к императору пришли. И молвят. Мы решили вас просить. Чтоб Ганеллона пощадили вы. Он будет впредь вам ревностно служить. Он знатен родом, сжальтесь же над ним. Ведь все равно племянник ваш погиб. Златой казной его не воскресить. Король ответил. Все вы подлецы. Увидел Карл, оставлен всеми он. Нахмурил брови и поник челом. Стал от тоски и горя сам не свой. Вдруг предстает Тьери пред королем. Тоже Фруа анжуется брат меньшой. Он стройен, худощав и быстро ног. Кудремичерен, смугловат лицом. А ростом и немал и невысок. Учтиво Карлу молвил он. Сеньер. Умереть постарайтесь вашу скорбь. Вы знаете. Вам предан весь наш род. И я, как предки, вам служить готов. Да, а Чимароланд обидеть мог. Но кто вам служит, нет вины на том. Аганеллан его на смерть обрек. Нарушил клятву и презрел свой долг. Нарель его. Таков мой приговор. А труп изрежут пусть в куски потом. Подлец не стоит участи иной. А если кто из родичей его. Посмеет приговору дать отвод. Я подтвержу свои слова мечом. Все молвят. Рассудил он хорошо. Вот Пеннобель пред королем предстал. Велик он ростом, быстр, могуч и храбр. Его удар смертелен для врага. Он молвил. Воля ваша, государь. Пусть понапрасну судьи не кричат. Я слышал, что Тьерри изрек сейчас. И докажу мечом, что он неправ. С тем он свою перчатку Карлу дал. Король спросил. А кто заложник ваш? Тот три десятка родичей призвал. Король велел под стражей их держать. Своих взамен представить обещал. Тьерри увидел, бой не за горами. Вручил он Карлу правую перчатку. Тот взял, своих заложников назначил. Четыре Карл велел скамьи поставить. Пусть сядут там противники до схватки. Щел суд законным бой единогласно. Ажедачанин споры все уладил. Бойцы коней и брони просят дать им. Как только бой судом дозволен был. К обедни в храм отправились враги. Покаялись во всех грехах своих. И вклад большой внесли в монастыри. Вернулись вместе к королю они. Надели шпары на ноги бойцы. В надежные доспехи облеклись. Ремнями подвязали шишаки. На пояса привесили мечи. Взял каждый свой четырехпольный щит. Копье в руках у каждого из них. И слуги скакунов им подвели. Вокруг сто тысяч рыцарей скорбит. Роланд им дорог, жалко им тьери. Ведь знает только бог, кто победит. По Тахенам обширное есть поле. Отправились туда враги для боя. Могучи и неустрашимы оба. Их скакуны легкие и быстро ноги. Бароны шпарят, отпускают повод. Друг другу что есть сил удар наносит. Раздроблены щиты, пробиты брони. Подпруги рвутся, исползают седла. С коней на землю валятся бароны. Сто тысяч человек глядят и станут. Бойцы на землю рухнули с седла. Но тут же встали на ноги опять. Проварен Пеннабель, могучий яр. Друг к другу поединщики спешат. Меч с золотым эфисом каждый взял. Клинки о шлемы крепкие звенят. Ударом отвечают на удар. Скорбят французы, плачет Карл, молясь. О господи, дай правде воссиять. Тьери, сдавайся. Пеннабель кричит. И я вассалом сделаюсь твоим. Отдам тебе владения свои. Лишь гонялона с Карлом помири. Тьери в ответ. Об этом помолчи. Я был бы низок, если бы уступил. Один господь нас может рассудить. Тьери кричит. Ты, доблестный барон. Могуч, сложен на славу и высок. Известно всем, что ты вассал лихой. Сдавайся мне, сопротивляться брось. И короля я помирю с тобой. А гонялона не спасет ничто. Неслыханную казнь претерпит он. Ответил Пеннабель. Не дай господь. За родичей стоять, мой долг прямой. Вовек не уклонюсь я от него. Уж лучше гибель, чем такой позор. И вот удары зазвены ли вновь. По шлему золотому бьет клинок. Взлетают к небу искры и огонь. Теперь никто не разведет врагов. Их поединок только смерть прервет. Могучий ловок Пеннабель Саранский. В шлем провансальский он врага ударил. От искр на поле запылали травы. Так метко Пеннабель свой меч направил. Что расколол он на Тьерри забрало. Клинок расы к ему шишак с размаху. И лоб, и щеку правую поранил. До живота насквозь прорезал панцирь. Но спас Тьерри от гибели создатель. Тьерри увидел, ранен он в лицо. Стекает на траву из раны кровь. По голове врага ударил он. Ида забрала шлем расы к нанем. Из раны на земь вывалился мозг. Пал Пеннабель, издав последний вздох. Закончился ударом этим бой. Кричат французы. Суд свершил господь. Повешены должны быть Ганеллан. И тридцать поручителей его. Бой кончен, поле за Тьерри осталось. Как победитель, он предстал пред Карлом. И с ним четыре знатные вассала. Анжуэц Жофруа, Неман Баварский. Гильом Избле и граф Ажье Дачанин. Тьерри в обятие принял император. Стер кровь с него плащом на горностоях. Плащ обшвырнул, в другой облегся сразу. С Тьерри доспехи осторожно сняли. На мула он арабского посажен. И в город с ликованием отправлен. Вот возвратились все на площадь Вахен. А там уже виновных ждет расправа. С. Заявает Карл Баронов на совет. Как поступить с задержанными мне? За родича они пришли радить. В залог их нам оставил Пенобель. Французы отвечают. Всех на рель. Наместнику Бабрюну Карл велел. Ступай и всех задержанных повесь. Клянусь седою бородой моей. Коль хоть один сбежит, тебе конец. Исполню все, Бабрюн ему в ответ. Сто стражей силой тащат их на смерть. На казнь пошло их тридцать человек. Предатель губит всех, себя, друзей. Единодушно порешили судьи. Баварцы, пуатвинцы и бургунцы. Бретонцы и особенно французы. Штабганеллан погиб в жестоких муках. Вот к четырем коням злодей прикручен. Привязан крепко за ноги и руки. А кони эти дикие и могучи. Четыре стража отпускают узды. Летят по лугу кони, что есть духу. На все четыре стороны несутся. Угоняло на жилы растянулись. Оторвались конечности от трупа. Трава от крови покраснела густо. Он умер смертью пленника и труса. Изменной до них валится преступник. Возмездие свершил король наш славный. К себе своих прилатов он иззаевает. Французов, алиманов и баварцев. С собой привез я полонянку Вахен. Ее здесь долго вере поучали. Крещение она принять желает. Чтоб спас ее от вечных мук создатель. Все молвят. Восприемниц ей назначьте. Двух знатных дам и добрых христианок. У Ахинских ключей народ собрался. И в них крестилась королева Мавров. И восприяла имя Юлианы. И добровольно христианкой стала. Когда король свой правый суд закончил. И гнев излил, и сердце успокоил. И приняла крещение Браме Монда. День миновал и ночь настала снова. Вот Карл под сводом спальни лег на ложе. Но Гавриил к нему не спаслан богом. Карл, собирай без промедления войско. И в Бирскую страну иди по ходам. Венв, город короля Вивье настольный. Языческой урати он обложен. Ждут христиане от тебя подмоги. Но на войну идти король не хочет. Он молвит. Боже, сколь мой жребий горек. Рвет бороду седую, плачет скорбно. Вот жести и конец. Туральд умолкнул. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...